Давайте пока люди собираются, может быть, пару вопросов о судьбе. Все, я об этом сейчас буду говорить, спасибо. Это правильный вопрос. Ну, я посмотрел на всякий случай вашу ситуацию, и я не вижу, чтобы она была… Ну, вот вы правильно сказали, что легкое чувство в сердце, но что эта ситуация вас не коснется. Кстати сказать, когда в аэропорту там была ситуация, что я должен был не улететь, у меня тоже было легкое чувство в сердце, это было противоречие для меня большое, я думал, как же так, я остаюсь в аэропорту, и у меня в сердце как будто ничего вообще не колышется. Ну, то есть, так вот может быть иногда, но я сейчас буду об этом рассказывать. Так? Ага, хорошо. Ага, хорошо. Ну, если уходит один из супругов из жизни, то есть два варианта. Один вариант просто оставаться верным ему и в следующей жизни, скорее всего, вы опять станете вместе. Вот. Второй вариант – это человек хочет дальше жить, ему надо жить, не может один оставаться. И, одновременно, не может отпустить судьбу, забыть. Это неправильное мышление. Надо понять, что ничего, в общем-то, отпускать не надо, потому что люди, даже которые просто, ну, плохо расходятся, а все равно связь между ними остается навсегда, на всю жизнь. Не то, что она обрывается, эта связь, она остается, эта связь. Просто надо понять, что бывают разные связи. Например, если ты чего-то хочешь от человека, то это называется тоска, печаль, не могу забыть. То есть ты чего-то хочешь от человека, не могу забыть. Но если ты, ну, как бы, если ты, наоборот, не хочешь, а служишь человеку, желаешь ему счастья, молишься, то постепенно вот эта отрицательная связь или означает недоделанная работа, она доделывается, и остается светлая память у человека. Связь остается, но как светлая память, чистая светлая память. Светлая память означает, что тема закрыта. Но светлая память больше делать нечего, тема закрыта. И можно находить другого человека. Уже сердце будет свободным. Ну, то есть у нас там много светлых связей в сердце. Это не значит, что сердце занято. Сердце становится свободным, можно опять находить другого человека, и одновременно у тебя остается светлая память о том, что люди часто не доделывают работу. То есть они просто, как бы, болеют человеком. Болеют им, болеют. Хотят его назад. Счастье от него хотят получать. Они служат ему. И поэтому не могут найти себе другого человека. И здесь есть еще один момент очень важный. Надо понять, что, ну, сама идея хотеть счастья от человека, и поэтому тосковать по нему, это еще связано с тем, что у нас недостаточно в блоке отношений с Богом. Вот когда Бог тебе дает счастье, полную силу в сердце, тогда ты человеку хочешь просто служить. Ты независим от него. Независим от него. Это вот жажда человека или зависимость. Она отличается от печали. Есть жажда, то есть хочу вернуть, я хочу назад человека. А есть печаль. Печаль, а по человеку, она может быть всегда, допустим, вот, допустим, у меня есть любимый человек. Ну, как бы, мне нет жажды, но просто хочу поближе с ним быть, встретиться. Но это не такое не щемящее чувство. Это просто спокойное чувство. Понимаете? И даже когда тебя бросили, могут быть разные чувства, все зависит от того, как человек настроен. Это уже тема победы над судьбой. Знаки судьбы вот эти вот, я сейчас чуть-чуть попозже расскажу. Сейчас я буду об этом тоже говорить. Я сейчас просто вам включу песню одну. Как, вот, допустим, девушку бросили, да? Но она чувствует природу, видит окружающий мир. И она испытывает счастье от всего этого. И к человеку относится спокойно. Помните, как жажду среди мрачных равнин, измену забыть и любовь. Но память мой злой, злой властелин, все будет минувшее вновь. То есть я ничего не вижу вокруг. У меня мрачные равнины. То есть память меня мучает, назад возвращает. Это один вариант. Это означает, что человек бунтует против Бога. То есть он не хочет, чтобы так жизнь строилась, как она строится. Но если человек, допустим, пусть даже не Бога, пусть любит природу хотя бы. Хотя бы природу любит. Тогда может быть все по-другому. Например, девушку бросили, но она любит всех вокруг, людей и природу. И в результате она по-другому ко всему относится. У нее нет вот такого, что она жаждет. У нее мрачные равнины. Послушайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я хочу, чтобы вы, чтобы так же не вернулись. Смотрите. И теперь дальше, как она воспринимает мир. То есть она ни в одну точку не уставилась. Ни мрачные равнины вокруг. Смотри. Лишь тебя не хватает чуть-чуть. Чуть-чуть. Понимаете? Не то, что все. Как бы ищик, не гони лошадей. Мне некуда больше спешить. Лишь тебя не хватает чуть-чуть. Тот же двор, все тот же снег. Все. Я все люблю. Я вижу мир. Я люблю природу. Люблю людей. Люди вокруг есть. С Наташкой. С Наташкой. С Наташкой. Ни чуть-чуть. Я с Наташкой в кино иду. Там старики мои знакомые. Тебе все привет шлют. Вот. Тебя не хватает чуть-чуть, потому что я наполненная. Я счастливая. Я самодостаточная. Еще надо быть дураком, чтобы такую бросать. Понимаете, разные варианты есть отношения к судьбе. Иногда мы бунтуем. Но есть, конечно, и разные потери. Тут понятно, что бывает так, что не посмеешься. Но, как бы, в любом случае, самая тяжелая потеря, самая сильная любовь в этом мире, это любовь к матери, к ребенку. Это самая сильная любовь. Она сильнее всего. И самая сильная потеря, это потеря ребенка. Поэтому, как бы, ну, есть сила просто. Сильные потери бывают. Сильные, слабые. Это сильнее даже потери, чем близкого человека. Поэтому, ну, как бы, разные бывают потери. И, естественно, что людям бывает очень тяжело. Ну, так или иначе, как бы непод это ни было, мы должны понимать, как из этого выходить. Потому что, если, допустим, ты ни ребенку, ни себе лучше не делаешь, и еще и сам из жизни не урасстаешься в результате, то кому от этого легче становится? Никому. Поэтому нужно знать, как побеждать судьбу. Все равно нужно знать. Потому что побеждать судьбу можно. Когда человек побеждает судьбу, он должен не на судьбу смотреть. Вот танк на тебя едет. Не на танк надо смотреть, а смотреть на память о чем-то светлом. И тогда ты будешь спасен. Понимаете? Лучше всего помнить о Боге в это время. Вот у нас, меня попросили, есть Бхагавадгита книжка. Можете почитать. Как помнить о Боге там написано. Ну, это уже конфессиональная литература. То есть, если у вас своя вера какая-то, то в своей вере читайте книжки. А это, если кому-то интересно. Так, смотрите. Вот, допустим, даже возьмем, человек, допустим, не в Бога верит, а он верит в верность просто друг другу, в любовь верит человек. И это может от смерти спасать. Ну, то есть, но если человек вот на него танк едет, он думает, все, танк, танк, я, сейчас как бы танк останется, меня не будет. Вот, понимаете? То есть, это неправильное мышление, потому что всегда есть выход. То есть, человек всегда может победить судьбу. Но только надо научиться направить правильно свою память. Потому что, если твоя память прикована к судьбе, то ты теряешь себя. У тебя меньше, 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 меньше сил остается. Все меньше сил. Все. И в конце концов, ты теряешь себя. Но если ты помнишь о любви, о природе, о добрых людях, о верности какого-то человека к тебе, тогда ты побеждал. Победа над судьбой нужна всем. Вот если близкий человек ушел от нас, ему тоже нужна. И те, кто оставили этот мир, им нужна тоже наша победа над судьбой. То есть, это мы для всех делаем. Не то, что человек... Вот некоторые думают, если я сейчас буду думать о Боге, там о природе, это эгоизм. То есть, мне надо плакать сейчас, страдать. Нет, это не эгоизм. Это, наоборот, правильное мышление. А вот плакать и страдать, это эгоизм. И люди считают, что это правильно. Плакать и страдать, когда о горе. А вот в древней культуре считалось, что это неправильно. Когда люди плакали и страдали, когда о горе, считалось, что они неправильно себя ведут и их осуждали за это. А сейчас, наоборот, кто-то не плачет, говорит, ты что не плачешь, у тебя горе, плачь давай. Это неправильно. Не то, что человек должен, типа, балдеть, у меня горе, ла-ля-ля-ля, тру-ля-ля. Нет, он просто должен настраиваться на победу. Бывает развлечение, а бывает чистая радость. Если развлечение, это эгоизм. А чистая радость, это служение. Я думаю, возвышенные мысли у меня в сердце. Я свободен в смерти, но в твоем. Знаю, слышишь с любовью у меня, что со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались красности. Вот и теперь на родном ухарах кровь живется. Ты меня ждет, и у местной тропатки не снил. И поэту знаний со мной ничего не случилось. Ведь я знаю, у меня в сердце знания. Ничего не случится, потому что я верю, ты верный человек. Если ты верный человек, ты не можешь быть несчастна, ты должна быть счастлива. Это значит, я вернусь. Все. И это правда. Так оно и есть. Даже если говорить об обычной ситуации жизни, если у женщины появляется в мысли, вот здесь вот, могла бы найти себе и получше. Ну, с мужем живет, могла бы найти себе получше. У ней мысли здесь появляются. То у мужа здесь появляется вторая фамилия итальянская, Кобелина. Начинает гулять сразу. Потому что просто у ней мысли в голове. Она могла бы найти себе получше. Он уже гулять начинает сразу. Потому что мужчина любит верность в глазах жены. Он не жену любит саму, а верность в глазах жены. А если в нее в глазах нет верности, ему больше нечего любить. И значит, он должен любить кого-то еще. Мужчина не может жить без любви. Вот и все. Видите, как интересно устроен этот мир. Судьба может быть хорошей. Но мы можем неправильно мыслить, неправильно настраиваться и в результате страдать. Конечно, если судьба плохая, тут просто так правильно не настроишься. Нужен опыт. Даже если ты знания имеешь, а опыта нет, все равно не так-то просто. А если ты опытный человек, ты много раз это делал, значит, тогда тебе легче побеждать судьбу, чем всем остальным. Даже в трудную минуту. У меня не так давно из жизни ушел отец, и у меня было много опыта. Я уже знал, что так будет. Заранее чувствовал, предупредил мать. И начал молиться сразу сильно. Я не давал возможности как бы себе, своей психике, идти в осадок. сразу молился и дошел до легкости в сердце молитвы. Потом успокоился. Все. Не давал себе вот это вот состояние. И матери не давал, чтобы она ушла в это состояние. Но до этого были ситуации, когда меня судьба рубила. Под ноги так. Косила меня. Потому что не было большого опыта. Но сейчас опыт уже есть. Давайте про знаки судьбы поговорим. Итак, смотрите. У меня в сердце спокойно, да? Просто спокойно в целом. Следует знать, что если у тебя в сердце в целом спокойно, значит вот прямо сейчас тебе ничего не грозит. Вот сейчас тебе ничего не грозит. Потому что спокойствие в сердце, и если ты, понимаете, здесь еще чувство собственно достоинства надо поставить на место, иначе спокойствия вообще в сердце не будет. Если ты унижен, это неправильное мышление. Тебя никто не заставляет унижаться. Допустим, муж унижает. Хорошо, отодвинься от него. Общайся меньше. Никто тебя не заставляет унижаться. Не можешь так живи отдельно, не разводись. Вот. Ты достойный человек. Ты имеешь право быть достойным. Каждый человек. Нет плохих людей, все хорошие. Совершил плохой поступок, ничего страшного, раскаивайся. Но не надо быть униженным. Когда человек раскаивается, он не унижен. Он просто трудится над своим сердцем, все. Он не унижен. Вот. Теперь гордый человек, стал гордым. Ну, найди наставника, чтобы он тебя на землю спустил. Сделай так, чтобы тебе помогли. Быть не гордым. Если ты вперед убежал, все время ждешь чего-то от жизни, будущего ждешь. Бежишь, упахиваешься, на работе много работаешь. Ну, успокойся, пойди на природу. Я сегодня на природу пошел, начал бежать. Через 4-5 километров я почувствовал деревья, свежий воздух. Люди с собачками встречались, и он начал улыбаться. Я почувствовал жизнь в сердце. Становился результат. Сейчас у меня емкость внутри. Когда человек совершает аскезу, еще и лекцию духовную слушает. Что вообще это очищает сильно. Бег плюс лекция. Супер вообще очищает. Или неподвижное положение тела и молитвы одновременно. Или пост и посещение одновременно храма. Вот супер, отлично. Очищает вот сочетание такие. Два в одном, три в одном. Хорошо очень дает возможность побеждать всех. Допустим, у тебя чувство собственного достоинства на месте. Ты не в депрессии находишься, ни в страсти. Не гордишься собой, не унижен. У тебя все нормально внутри. В это время можно посмотреть на судьбу. Если ты чувствуешь, что ты в порядке, как личность, тебя никто не унизил, ты никого не обижен, ты ни на кого не злишься, то есть ты не гордый, ты не злишься и не унижен. Не обижен. Злишься, значит, гордый, обижен, значит, унижен. Тебя никуда не несет, быстрее, быстрее. На лекцию село, а дети там дома голодные, надо бежать туда. Сиди спокойно, Бог позаботится о твоих детях. вот. Прими, потому что, если ты бежишь, думаешь о детях, они тоже нервничают там. Вы же связаны. Вас несет их, тоже куда-то несет. Вы успокоились, они успокоились. Когда в сердце все нормально, ты поставил на место свое чувство собственного оценки, то смотри в свое сердце. сейчас. Если там напряжение, значит, что у тебя есть такой, это время влияет на тебя тяжело, и значит, тебе надо больше молиться, больше заниматься духовной практикой, и все. Не то, что напряжение в сердце, значит, все плохо. Нет, все хорошо. Просто больше уделяй время природе, добрым людям и Богу. Наполняйся. Напряжение означает ненаполненность. Если у тебя отчаяние в сердце, обида, там напряжение, трудность какая-то, камень на сердце, это значит, еще тяжелее судьба. Жжет сердце, события жжет, невозможно ничего с этим сделать. Это еще тяжелее судьба, тоже очень тяжелая судьба. Как бы, опустошено сердце, опустошение в сердце, это очень тяжелая судьба. Это значит, тебе сильно не хватает, природа, каждый день по нескольких часов на природе, не хватает добрых людей на лекции, супер ходить в это время, доброе общение. Храм, молиться Богу, слушать духовную музыку, наполняйся. Если у тебя сердце опустошено, пусто в сердце. Это твоя главная обязанность наполняться, потому что с пустым сердцем ты всем приносишь только одни проблемы. Вот как, допустим, изо рта воняется, этим человеком невозможно рядом находиться. так и в сердце может вонять. Понимаете, и людям всем не нравится с тобой быть рядом. Все говорят, извини, я староплюсь, пойду домой. Это не то, что сильно поропиться, а просто тяжело у человека. И нужно учиться побеждать самому свою судьбу. Некоторые специально звонят подружкам, чтобы они побеждали судьбу, начинают им жаловаться. У них своих трудностей есть у подружек. Ты жалуешься, значит, ты добавляешь им трудностей, им надо твои еще решать. Но им свои как бы хватает. Это нечестно. Бывает, у человека нет сил уже, он невыносимый. И есть подружки очень хорошие, она звонит, ой, я бы не стала звонить, прости, но вот что-то вообще тяжело. Она по своей доброй воле говорит, ну рассказывай, что тебе нужно. И побеждает, помогает победить, успокаивает. Когда человек говорит добрые слова, он всегда опирается на веру, на какую-то. Добрые слова никогда не бывают из пустоты. А из пустоты это означает, что человек не добрые слова говорит, а просто рисуется. Все будет хорошо. А сам ни на что не опирается. Но если человек чувствует, что все будет хорошо, опирается на Бога, то значит, это помогает. Итак, вы в сердце почувствовали спокойствие. Спокойствие. Значит, у вас в принципе все хорошо. И у вас вот только на фоне спокойствия можно диагностировать будущее. Если у вас не все хорошо, помолите, чтобы все было хорошо. Успокойте свое сердце молитвой, иначе вы не сможете понять никакие события. Вот вы, допустим, вас ждет событие, вам его надо понять. Если нет спокойствия в сердце, ничего не поймете. Или, допустим, вы мнительный человек. Мнительный человек означает не верить в Бога, а верить в злые силы. Это называется мнительность. Мнительным людям помогают всякие старухи, сплетники, тебя сглазили, испортили, сглаз, и так далее. Не надо общаться с такими людьми. Новости плохие тоже помогают. Человек говорит, мама, мне, слушай, ты опять на Украину едешь? Я говорю, ну да, мам, на Украину, я там жду. Там же война. Я говорю, какая там война? Я в Киев еду, там никакой войны нет. Она говорит, нет, там война. Она наслушалась всякой ерунды по телевизору, и мне говорит, то, чего нет на самом деле. это слухи называются. Они разрушают веру человека. Если у вас мнительный вы человек, вы боитесь всего, тогда вы не сможете будущее диагностировать. Невозможно. Вы не сможете диагностировать никакое будущее, это любое событие, которое сейчас должно произойти. Это все равно будущее. Слухи. Что такое слухи? Понятно? Чем старше человек, тем больше у него страх смерти выражен внутри. И поэтому начинает сплетничать. У него глаза квадратные становятся. Если он духовной практикой не занимается, с возрастом, чем старше человек, тем больше он должен молиться каждый день. Чем старше, тем больше молиться. Чтобы не было напряжения внутри. Но если человек не хочет так жить, тогда у него начинает тревожность, тревога в сердце появляться. Тревога означает недоделанный труд души. Это значит накапливается судьба просто и тревогу дает. И вот люди, когда тревожатся, они начинают сплетничать, разносить всякие новости вот такие несчастные, злые и беспокоят людей тем самым. Итак, у вас сердце спокойно, вы помолились, все сделали. Теперь знайте, что для того, чтобы сконтактировать с любым событием, это сделать очень просто. Надо просто его вспомнить. Вот это событие надо вспомнить. Но сначала убедите, что в сердце все спокойно, чтобы память события ложилась на правильную диагностическую систему. Так мы вспомнили событие. Теперь кладете руки, обе руки на стол и допустим вы женщину. у вас левая рука благоприятная, а правая неблагоприятная. У мужичин прямо наоборот. У них правая рука благоприятная, левая неблагоприятная. Итак, вы, женщина, у вас левая рука благоприятная, правая неблагоприятная. Вы вспоминаете событие И мысленно его посылаете сначала в свое сердце, вспоминаете, в сердце. Хочу в сердце вспомнить, чтобы глубже вспомнить сердце. Вспоминаю сердце. А потом смотрю, как будто наблюдаю, как от сердца событие растекается по рукам. И если, допустим, событие сразу пошло в левую руку, вы женщина, и мысленно вы его пытаетесь спустить в правую, как бы так. У вас спокойно сердце? Просто пробуйте, а в правую? И оно, правую нет. Не хочет идти, а в левую? С удовольствием. Значит, все. Значит, это событие вы сможете победить своими силами даже без молитвы. Просто жизнью. Вы живете нормально, правильно все делать, события победимые. Теперь, если в левую руку событие пошло, и оно превратилось в тепло там в левой руке, ну что-то теплое, спокойное, значит, это событие принесет счастье, наслаждение. Теперь событие превратилось в легкость, как будто растворилось в руке, и как будто оно такое, легкость осталась от него в руке. Значит, это событие совсем не напряжет вас. Оно несложно. Может даже улучшить вашу жизнь. Если событие в руку вошло в левую у женщины и превратилось в напряжение, то значит, это событие принесет какие-то трудности, но эти трудности будут преодолемы. Теперь, если событие идет из вашей жизни, изнутри, то смотрите, где начинается напряжение. Допустим, напряжение. Ну, если тепло, так тепло, что там смотреть. Напряжение, если началось прямо с локтя и идет вниз. Ну, это событие связано именно с вашей жизнью. Вот там, допустим, выйду замуж или нет. Напряжение пошло прямо с плеча и вниз, вот идет, идет через всю руку. Это значит, что замуж выйдите, но будет очень много препятствий. И они идут через много жизней до этого. То есть, они старые эти препятствия. Если начинается от локтя, не от плеча, а от локтя и вниз, значит, старые препятствия, ну, не такие. Если от запястья и вниз, значит, в принципе, это вообще преодолимые препятствия. Их несложно преодолеть. Если они только от пальцев начинают с напряжения вниз, это совсем несложно преодолимые препятствия. Если события связаны с какими-то другими людьми, люди вас будут беспокоить. Ну, связаны с людьми. То тогда смотрите сразу с пальцев, не сверху, а снизу смотрите с пальцев. И смотреть напряжение должно... Люди, это то, что в вас входит через пальцы. И вы смотрите, вот вошло, допустим, тепло пальцев. Ну, значит, нормально, нет проблем. Или легкость. А если напряжение пальцев вошло, смотрите, докуда дошло. Если до первой фаланги, значит, они вообще ничего с вами плохого не сделают. До второй фаланги, значит, они сделают что-то, но только настроение испортят. А так сильно не будет проблем. А если они через все фаланги прошли пальцев, это значит, что вам надо прилагать усилия, чтобы нейтрализовать вот эти трудности, которые будут. Ну, а эти трудности не приносят вам проблем, потому что идет по левой руке энергия. Это просто, допустим, там устало на работе, допустим, это не такие большие опасности. Если до запястья доходит, значит, будете сильнее уставать. Будет больше напряжения. А если до локтя, вот с пальцев и до локтя, это значит, что вот сильно на вас влияют события. И вы не сможете по факту просто так выйти из напряжения в контакте с этим событием, хотя оно неплохое, хорошее. Допустим, вы устроились на работу, но на работе будет тяжело. Вот такая вот информация. А если вы не понимаете, о конкретно каком событии речь идет, значит, вы не настроились правильно. Еще раз повторяю, сначала в сердце спокойно, а потом я вспоминаю конкретное событие. Вспоминаю его сердцем и потом дальше смотрю, куда оно растекается по рукам. Направо или налево? Оно может растекаться сразу направо или налево. И налево одновременно. Значит, оно будет и хорошее нести в себе, и плохое. И дальше надо проанализировать обе руки, посмотреть, сколько плохого, сколько хорошего несет событие. Теперь вы женщина, и вспомнили событие, и оно пошло в правую руку, теплом. Это значит, что это событие нехорошее, но оно принесет вам наслаждение. Ну, допустим, у вас появился любовник, вот, это принесет вам наслаждение, но событие плохое. Это яд, как бы, тепло, яд, но сладкий. Умирать будете без всяких мучений. Ну, если жар имеется в виду, сильный жар, в правую руку пошел. А если просто легкое тепло, ну, ничего страшного, не надо об этом задуматься. Ничего страшного нет. Теперь в правую руку пошел, прохлада такая пошла. Ну, значит, тоже ничего страшного. Событие опасное, там, допустим, аварийная ситуация. Ну, обошлось все хорошо, легким испугом, посмеялись, поехали дальше. Вот. Если в правую руку у женщины пошло напряжение. Если это связано с вами лично, то надо смотреть сверху вниз напряжение. Если оно идет прямо от плеча, то значит, это, ну, уже у вас много жизней длится, эта ситуация. И если это напряжение интенсивное очень, то есть, плечо аж сводит, напряжение сводит, аж плечо такое. Это значит, что вам надо много молиться, может быть, год, чтобы преодолеть эту ситуацию. Очень тяжелый труд придется проделать. Напряжение от локтя уже полегче. Если от запястья вниз идет, вообще нормально. Там две недели помолилась, все прошло. От пальцев вниз вообще легко. А если только нижняя фаланга напряжена, самая последняя, то ерунда. Можно даже не напрягаться по поводу этого события. Если события связаны с влиянием других людей на вас, то смотрите так же, как я говорил про левую руку. То есть, если напряжение в кончике пальцев, то они не смогут с вами ничего сделать. А если до средней фаланги дошло, то надо помолиться, чтобы они вас не беспокоили, эти люди. А если полностью пальцы пробило, надо сильнее молиться, это уже опасно для вашей судьбы. Есть опасность. А если еще до запястья дошло, сильно большая опасность. До локтя ужасная опасность. Бывает такое напряжение в неблагоприятной руке, что ее прямо сводит. И хочется другую руку вот так взять. Когда ты напряжение, когда ты об этом думаешь. Ты начал думать, у тебя раз ее сковало, это значит сверх опасное и сильное событие, которое труднопреодолимо. И соответственно, когда ты молишься, можно посмотреть, насколько ты его преодолел. Потому что это все меняется на руках потом. В соответствии с молитвой. Вы не запутались? Все нормально? Молодцы такие. Ображаете хорошо. Теперь видите у вас настрой, какой был вырос, как бы памятью, пускали мысли по рукам об этом событии, от сердца. От сердца по рукам. Теперь другой есть вариант настроя. Этот настрой может быть общий диагностический. Допустим, вообще не знает, какие события там у вас будут происходить. Но вы можете проверить, где может быть опасность. И в этом случае вы не настраиваетесь на правую и левую руку, а настраиваетесь на пальцы, просто на пальцы. И здесь уже не имеет значения, на какой руке. Просто есть правая рука, это деятельность человека, а левая это личная жизнь. И так пальцы разделяются направо-налево, и, соответственно, мы смотрим только на напряжение. Если в пальцах тепло, там и спокойно, легкость, нас что-то вообще не интересует. Мы просто берем и начинаем, допустим, с мизинца благоприятной руки. У мужчины с правой, а у женщины с левой. Смотрим. Левая рука, мизинец на левой руке означает общение с близкими людьми. Если у вас там все хорошо, пальчик легкий. Дальше смотрим. Безымянный палец означает положение в личной жизни. Если там сильное напряжение, значит опасность грозит браку, допустим, может быть разрушен. Первая фаланга безымянного пальца означает сын. То есть не первая, а самая, ну, кончик. Последняя фаланга, сын. Средняя муж, верхний отец. Безымянный палец. Если напряжена только одна фаланга, допустим, верхняя сильно напряжена. Отец, значит, тяжелая судьба. Средняя напряжена, что-то с мужем. Или соотношение с ними, может быть, опасность развода. С сыном последняя фаланга. Средний палец означает жилье. Если, допустим, нет жилья, можно посмотреть на средний пальц, что происходит. То есть там пусто в середине, в средней фаланге, значит, пока жилье не предвидится. Если первая фаланга пусто, значит, вообще жить негде. На улице человек находится. Обычно такого не бывает. Средняя пустая, значит, живешь где-то, а от своего жилья нет. А верхняя пустая, это значит, ну, или напряжение в верхней фаланге, это значит, что у тебя будут что-то мучить тебя жильеом. У тебя есть жилье, но какие-то проблемы будут. Доказательный палец означает родственное отношение. Самая первая фаланга ближе к телу, это мать. Родственное отношение с матерью. А, вернее, нет, я извиняюсь, это не и. Это мать или жена также означает? Жена означает. Это первая фаланга. Жена или муж? Ой, жена, да, жена, нет, жена. Муж опять безымянный пальцем. Жена. Средняя фаланга, это означает скандалы в семье. Средняя фаланга, указательный палец. Ругаться будем или нет? Верхняя фаланга, наши общие интересы. У нас есть общие интересы или нет? Первая фаланга, указательный палец, также означает родственные чувства близкому человеку. Есть родственные чувства или нет? И, может быть, сейчас нет, потому что плохой период идет. А были, а сейчас нет. Большого пальца первая фаланга означает ощущение себя как личности. Я означает «я». А вторая фаланга означает мои интимные отношения. Может быть, у меня там сейчас плохой период, там напряжение будет. Дальше, на правой руке у всех, ну, первая фаланга большого пальца означает «я в деятельности». Там может быть напряжение. Вторая фаланга большого пальца означает «любовь к труду». Утреблю я свою работу или нет? Там можно почувствовать. На указательном пальце первая фаланга означает «нравится мне моя работа или не нравится сейчас по себе». А средняя фаланга указательный палец означает «буду я ругаться там или нет?». А последняя фаланга означает «смогу я понять, где мне работать или не смогу?». Ну, правильно мне работать я смогу понять или нет. Сейчас по себе. Средний палец. Нижняя фаланга означает «усталость на работе. Буду уставать или нет?». Средняя означает «тяжелая работа будет или нет?». А верхняя фаланга означает «сотрудники будут меня мучить или нет?». Безымянный палец первой фаланга означает власть, будет мучить или нет. Средняя означает, ну власть в стране имеется в виду, средняя означает власть на работе, а последняя означает подчиненный. Первая фаланга на мизинце означает мои знакомства, будут страдать или нет. Вторая означает, смогу я дружить с людьми или нет. А третья, последняя фаланга на мизинце означает, могу я передавать людям что-то, знания там, доносить до людей, смогу что-то делать. У меня на правой руке вот последняя фаланга, всю жизнь очень плотная, теплая и плотная, значит я смогу доносить знания людям. И там сильная судьба всегда встает. Может когда-нибудь будет плохо, значит не смогу доносить знания. Помолиться и все, опять наладится. Да я просто, смотрите, то есть я просто, у меня в сердце спокойно, и я настраиваюсь на конкретные вещи. То есть я беру и просматриваю все фаланги, и какое у меня ощущение. Если ощущение не очень, значит там вот какие-то трудности. Допустим, я вот на вас смотрю, значит на вас смотрю и вижу, что в мизинце у вас на левой руке вот здесь вот, да, у вас на левой руке вот здесь вот напряжение. Это означает, что, ну сейчас какие-то трудности в контакте с родственниками. Ну то есть не достучишься до них. Так? Видите, так, согласна. Все, видите, работает система. А у вас, допустим, девушка, у вас на левой руке, на указательном пальце последняя фаланга напряжена. Это значит, что они вас не понимают в родственнике. Так? Так. Все работает. Это просто сейчас так, а потом будет не так. Потому что все это меняется в жизни. Так. Теперь слушайте меня внимательно. Вы сейчас мне зададите вопрос. Олег Геннадьевич, а у меня, женщина спрашивает, а у меня постоянно подергивается правая рука и трясется. Это значит, что у вас там какая-то болезнь. И это с событиями никак не связано. Потому что рука тут ни при чем. Мы говорим о мыслях. Вот когда мысли по руке пошли, и пошли эти мысли, дали какой-то результат, тогда мы это оцениваем. Или человек говорит, у меня левый глаз постоянно дергается. Мужчина говорит. Для мужчин левая сторона неблагоприятная. Это у вас просто нервный тик. Его надо лечить. С болезнями никак не связано. Понимаете? А если вы подумали о чем-то и у вас дернулось в левом глазу, значит, это связано уже. Вот мужчины, вы поняли, что у вас все наоборот. То есть у мужчины правая рука хорошо, а левая плохо. У женщины левая хорошо, правая плохо. Запомнили? Все наоборот. Мы противоположности. А у левшей или правшей не имеет значения. Вы хоть ногами пишите. Диагностика все равно будет одинаковая. Понятно? И хоть вы совы, хоть вы жаворонки, все равно всем надо учиться рано вставать и рано ложаться спать. Не имеет значения. Потому что солнце никого не спрашивает. Сова-то или жаворонок, оно встает. Если ты не встал вовремя, значит, будешь страдать. А если не хочешь жить по солнцу, ты орел, ни сова, ни жаворонок, значит, будешь получать орлинную судьбу. Ну, давайте теперь с вами продиагностируем такое событие. Давайте микрофончик у нас практически занять. Событие, если можете сказать нет, то просто подумайте. С вашими родителями ситуация. То есть мы смотрим просто сейчас, благоприятно, неблагоприятно. Все, то есть вы смотрите, клоните микрофон, успокаиваете сердце по отношению к родителям. И я вот смотрю на ваших родителей и смотрю, куда пошла энергия. Куда у вас пошла энергия? По левой руке. Вот смотрите, вот вы хотите узнать, что их жизнь или ваше отношение с ними? Вы неправильно настраиваетесь. Вы хотите узнать про их судьбу или про ваше отношение с ними? Отношение. Вот смотрите, здесь делится. Если говорить про их жизнь, то у меня идет по левой руке. И начинается вот от локтя напряжение вниз. Это значит, что у них сейчас в жизни тяжелый период. Вот. А если говорить об отношениях, то у меня идет по правой, тепло. Отношения у вас с ними хорошие, а жизнь у них тяжелая. И жизнь может влиять на отношения. Вот и все. Вот такой ответ. То есть отношения хорошие. Жизнь тяжелая. Сейчас плохой период. А вы так почувствуете, вот сейчас настройтесь, положите микрофончик, настройтесь на их жизнь. Просто попробуйте сердце спокойно, не надо ничего бояться. Просто настройтесь на правой или на левой пошло. И вы их жизнь здесь смотрите. Попробуйте на по левой руке опустить, а не их жизнь. Попробуйте по правой. Куда пошла? Класс. Ну не смелее, не бойтесь. По левой идет, да? Ну вот. Ага. У меня тоже по левой. Это значит, что у вас есть сила победить их судьбу. И Бог вам не показывает эту трудность. Я просто непридцатно смотрю, у меня идет по левой, означает, что у них тяжелая ситуация. Но вы, я вижу, смотрите не так, так как вы заинтересованное лицо. Вы смотрите с позиции ваших возможностей. Понимаете? И я вижу, что ваши возможности хорошие, побеждать их судьбой. Поэтому Бог вам показывает. Все будет Кока-Кола. А мне показывает, что есть трудность. Потому что я не заинтересован в чем. Очень трудно смотреть судьбу по отношению к близким людям, быть не заинтересованным. Поэтому Бог будет показывать ваши возможности. Не их жизнь, а ваши возможности победить их жизнь. Понятно? А если вы вообще как бы непридцатый, то будете всю картину видеть полностью. Поэтому если у вас есть подружка, которая так умеет смотреть, ее тоже можно попросить. То есть она же как бы непридцатая, она спокойно может проверить, посмотреть все. Вы вроде подружки как бы. А вы? Вы подружки, хорошо. Ладно. У кого вопрос по этой диагностике есть? Я пользуюсь ей много лет. И все вот, когда я вас смотрю, я чувствую по вам все, что происходит, мгновенно. Вот, допустим, девушка в зеленом. Вижу неблагоприятная ситуация, связанная с личной жизнью. Плохой период. Вот на третьем ряду. Плохой период начался около года назад, закончится через 7 месяцев. Все прям мгновенно, по человеку видно, где там у него что. Понимаете? Я просто посмотрел ей по левой руке, смотрю, там пустота начинается вот отсюда. Ну, то есть, достаточно сильная энергия спускается вниз. Идет по указательному пальцу, означает, родственные чувства страдают в отношении. Безвязьмянному слабее, значит, можно, в принципе, все сохранить. По мизинцу тоже сильно, означает, трудно общаться. По большому пальцу означает, нет близких отношений. Я все знаю про вас. А мне? Вы сами будете себе, вы же теперь знаете. Да? Ваш вопрос? Ну, ничего страшного. Есть тонкое и тонкое тело. Можно этот палец представлять на тонком плане. Палец на тонком плане остается. Даже руки нет на тонком плане, человек руку чувствует. Это все знают. Можно даже пальцами шевелить на тонком плане, даже если их нет. Люди могут шевелить пальцами, даже если их нет. И во сне берут этой рукой, что-то там пьют. Рука остается. На тонком плане остается все. На кругах разрушается. Бывает видно. Когда вопросов нет, есть два варианта. Или все понятно, или ничего не понятно. Это болезнь. Это болезнь. Судьбой не связана. Еще раз меня послушайте внимательно. Вы специально просматриваете мысли на фаланге. И в момент вашего просмотра что-то с ним происходит. Это значит судьба. А если у вас пальцы болят, это не судьба. Это болезнь. Там у вас есть трудность сейчас по судьбе. Да, у вас есть, да. Да, это уже другое. То есть была болезнь, прошла. Вы вспомнили, появилось напряжение с болезнью связанное. Напряжение действительно есть. У вас и на безымянном пальце напряжение связано с личной жизнью. И с жильем тоже напряжение. Это период тяжелый в вашей жизни идет сейчас. Это факт. Но каждый человек должен знать. Все эти фаланги не указывают на безысходность. Они указывают просто на объем работы. Вот если у меня кухня грязная, там все, грязная кухня на всю жизнь. Нет, вы же так не думаете. Идете, моете и все, и отмываете кухню. Так можно отмывать судьбу точно. Так же все это то же самое. Я каждый день отмываю свою судьбу. Еще и там кто-то просит помочь, помогает. Но надо учиться, не бояться судьбу отмывать. Вы боитесь ее судьбу, как увидите. Ой, все. Еще помогают островники всякие. Говорят, да, 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 осеннее пальто, может, не покупать. Все. Помогают такие помощники. Это просто неправильное мышление. Два побеждаются. Понятно, вы не можете победить то, что уже прошло. Все, уже прошло, уже прошло. Все, уже нечего побеждать. А если еще не прошло, еще будут события, то можно повлиять на него. Я в институте был таким, очень непослушным студентом. Но я работал над собой, учился побеждать судьбу. Экспериментировал, изучал, как это действует. И я не ходил почти на лекции. В основном ходил в клинику, людям помогал. Там лечил, общался с ними. На лекции почти не ходил. Ну, потому что иногда меня просто раздражало, как там лектора подают материал. Один лектор у нас по физиологии, он такой, вот так вот подавал материал. Вот. Я разок не выдержал, так это. Но, как он говорит, и спрятался за партой. И все там засмеялись. Он меня заметил потом, двойку у меня поставил. Я решил вообще не ходить больше, чтобы не раздражать народ. Вот. И я хотел выключить людей. Ну, и меня решили исключить из института. Ну, и собрали вот этот консилиум, и меня пригласили. Я пришел заранее. И очень сильно молился, чтобы меня не исключали из института. И те преподаватели, которые участвовали в консилиуме, которые прошли мимо меня, они все на меня посмотрели. А я на них. И все, кто меня прошли, были за то, чтобы меня не исключать. А все, кто пришли раньше, были против. В результате меня оставили. Я потом, ну, у меня просто один знакомый преподаватель там сидел, и он мне сказал, кто был кто за, кто против. И я тогда проанализировал все это и понял, что можно влиять на судьбу. Это было доказательство для меня. Но на занятия я продолжал не ходить. Потому что я не видел в этом смысла. Я хотел лечить людей, помогать людям. А лекции по фармакологии все равно таблетками не буду пользоваться. Чего мне их слушать? Я знал уже, чем я буду лечить. Чем мне зря время тратить в жизни. И я игнорировал. Кстати, мой декан института опять начал собирать уже документы, чтобы меня отчислить окончательно. И в это время, а я молился Богу, чтобы Он дал мне возможность учиться, как я считаю нужным. Я ходил на занятия, на все, на лекции не ходил. Ну, на некоторые, и на все. Был упертым. И молился, чтобы Бог мне позволил учиться. И в это время произошло событие. У проектора по учебной части института разбился сын. Спортсмен был, разбился. И ему все тело... Отец травматолог все собрал, сшил все тело. Там он выжил, этот ребенок. И у него не срастался одна кость на руке. Там кость была раздроблена, ее заменили костными опилками. И они не срастались. Он начал искать нетрадиционную медицину, как можно помочь, потому что традиционные методы уже не могли помочь. И ему сказали, что у вас есть студент, учится, который вот этим занимается. Он пригласил меня домой, я начал ему там нажимать точки всякие на руке. У него быстро начало все срастаться. И в это время к нему попадает на стол бумага, что меня исключают из института. И он приглашает моего декана к себе домой в гости. Ну просто на чай. И в это время я там лечу. А это лекция идет в это время. И я лечу его сына. Он приходит, говорит, ах, вот ты где на лекции. И как-то меня назвал там, ну как, ну, неуч, что ли, что-то такое. И зав, ну как бы, проектор по учебной части, очень уважаемый человек, он так разнелся, говорит, это Олег Геннадьевич, мой лечащий врач. Он спас жизнь моему сыну. Как мы с ним разговаривали? И он сразу тот убрал документы. Я потом мучился нормально до конца. Был на четвертом курсе. Ну то есть, видите, человек может побеждать судьбу. И даже если он ведет себя не совсем правильно, не совсем стандартно, он все равно может побеждать судьбу. Понимаете? Судьба в руках человека. Не надо ее бояться. Судьбу не надо бояться. Мы сильнее судьбы. Я просто вам говорю про примеры своей жизни, потому что они мне очень близки. Не то, что я хвалюсь. Они близки, и вы прочувствуете их сильнее. Какие у вас вопросы по диагностике? Еще вот хороший вопрос был, разобрались. Еще вопросы? Все нормально? Все решили? Вы будете пользоваться? Пробуйте. Через годик попробуйте, научитесь, будете хорошо ориентироваться. Очень помогает в жизни. Особенно, когда опасные события могут быть в жизни. Переезд, допустим. Человек, не знаю, помолился, успокоился по поводу переезда. Не то, что хочу ехать по-любому. Успокоился. В этом раз смотришь по кой руке. Бывает хорошо, бывает плохо. И тебе все станет ясно сразу. Практично очень. Теперь смотрите. Теперь смотрите. Есть еще другие вещи, которые надо знать. Например, у меня начался период, связанный со злой планетой. Это злая планета, как бы невидимая в нашем солнечной системе. Ее называют Раху. И у нее цвет, она цвет, как кожа у тигра. И в этот день, когда у меня начался период этого Раху, я вышел во двор своего дома почитать молитву. И передо мной сел кот. У него расцветка, как у тигра. Полосатая такая. Тигр, тигр прямо. И он начал смотреть на мне в глаза прямо, хотя коты никогда так не делают. Прямо неотрывно, вот так, с глаза, не мигая, вот так вот. И я такой, опа, добрый день, Раху. То есть он со мной поздоровался. Он говорит, я пришел в твою жизнь. Все, будем со мной теперь жить. Два с половиной года. Период долгий. Означает испытания в жизни, трудности. Когда у меня длительный период Сатурна начался, мне чуть морду не набили в этот день. Тоже здравствуй, Сатурн. Добрый день. Вот. Там была такая ситуация, что мне хотели избить. Как бы я не сопротивлялся. Говорю, вы хотите бить? А мои помощники, они встали возле меня и не дают меня бить. И те, которые били, они вот так махают руками и как бы до меня не достают. И так несколько раз махнули, ушли. Сатурн пришел и сказал, что я буду махать на тебя кулаками, но все будет нормально. И мы вытаскиваем. Это знаки судьбы. Черный код тоже, допустим. Черный код – это Сатурн. Если он переходит вам дорогу справа налево, значит, все будет пока кола. А если слева направо, значит, опасно. Но в целом, как бы, если он дорогу переходит, то это уже не очень. Куда бы он ни пошел. Причем интересно, что если вы, допустим, побежали на него и он свернул назад, то это тоже знак. То есть это означает, что Сатурн придет, но вы сможете его победить. Если вы побежали, он все равно перебежал дорогу. Это значит, это тоже знак, что не обольщайтесь. Вы будете сражаться, но все равно он будет сильнее вас. Вам нужна уже энергия Бога, силы Бога, чтобы вам помочь, чтобы победить судьбу. Если женщина с пустыми ведрами переходит дорогу вам справа налево, значит, денег не будет. Вода – это деньги. Денег не будет, но будет все нормально в жизни. А если слева направо с пустыми ведрами, значит, денег не будет и будет не очень нормально. Надо молиться. Если, допустим, солнечное затмение, и вы с дуру пошли посмотреть, это значит, что у вас кукушка не работает. Потому что это очень неблагоприятно. Переводите там «кукушка не работает». Ну, то есть, понимаете, солнечное затмение вообще опасно. В это время лучше находиться в воде, ванну налить в воде и как бы повторять молитву. Это самое надежное. Или лунное затмение. А если вы еще посмотреть, пришили на него, то злые силы в это время как бы могут воспользоваться. Могут воспользоваться, могут нет, неизвестно. Ну, как бы, насколько сильна ваша защита. Но идти и быть дураком таким самому, смотреть на это дело, когда это и так опасно, даже когда не смотришь. Это означает, что нет знаний у человека. Это вы такие. А я смотрел. Понимаете, вот если вы сейчас будете наклобучиваться от моих лекций, моих слов, то от этого вам лучше не будет. Понимаете? Ну, то есть, жизнь не же хорошая, вы до сих пор не померли, да? Ну, значит, в будущем все будет нормально. И даже, что вы сейчас поняли, что вот что-то не так сделает. Все, значит, все. Это называется мнительность. Надо бояться судьбы. Что вы такие, все, испугались? Я о судьбе говорю, люди испугались. Что бояться? Все нормально. Итак, дальше поехали. Вот, допустим, насчет ворон. Не так все плохо. Насчет ворон не так все плохо. Но надо знать, что это имеет значение. Вороны, молнии, громкие крики какие-то, кто-то со стула падает. Это все есть. Только надо понять, как это работает. Вот, допустим, я иду по улице, о чем-то подумал, серьезная какая-то мысль, и тут же, как я подумал, «кар». Смотри, с какой стороны. Если справа у мужчины, значит, все нормально, победим, но неприятность будет. Если слева, значит, молись. У тебя есть время. Ты предупрежден. Понятно, да? Кар означает сильное вмешательство. То есть не то, что кошка так тихонько перебежала, там какие-то мелкие пакости, кара это уже как бы серьезно такое. Или молния еще серьезная. С какой стороны смотри, если ты подумал о чем-то. А если молния щелкнула, и ты после нее подумал, это называется мнительность уже. Типа молния ударила, мужчины с левой стороны думают, так к чему бы это, к чему бы это. А, вот к чему. Все, я понял. Она может просто ударить. Понимаете? Просто сама молнию ударила и все, вы тут ни при чем. Если вы подумали о чем-то и в это время ударил, вы сначала подумали, а потом ударил, тогда Бог предупреждает. Или крикнул кто-то, человек какой-то. Бывает хороший крик. Допустим, вы идете и думаете, жена уйдет, допустим. И с правой стороны такой крик. Я тебя люблю! С правой стороны мужчина, значит не уйдет, все нормально. Бог предупредил. Жена любит. Я дедушку не бил, я дедушку любил. А женщинам с левой хорошо, а с правой плохо. На Луну можно смотреть и на Солнце можно смотреть. А когда Солнце закрывает или Луну закрывает затмение, тогда не надо. Можно смотреть на Солнце, на людей, на Олега Геннадьевича можно смотреть. Во время лекции это все благоприятно. На деревьях. На счет животных везде все по-разному. Вот допустим, в некоторых странах змеи это хорошие животные, поэтому благоприятный знак. А там где неплохие, неблагоприятные, это все зато эмоции. Понимаете? То есть, если вы кошек любите и черная кошка перебежала, значит хороший будет контакт с Сатурном. А если вы не любите кошек, кошка перебежала, такое не очень хорошее. По знакам судьбы все понятно? Знаете, я вот считаю, что это хорошая, важная тема. Тяжелые события судьбы надо преодолевать, но вот мой опыт жизни показывает, что в основном люди страдают от своих желаний. Вот допустим, хочет выпить человек. Это неплохая судьба, это неправильный образ жизни. Человек не занят, у него нет любимого труда, он не знает как отдыхать. Я вот сейчас уставший был, пробежался вчера, сегодня с утра 14 километров по лесу. Мне вообще 16 надо, чтобы я полностью очистил свой организм. А сегодня 14 хватило, потому что я бежал по лесу, и лес такой красивый, большой, сосновый. А я в сосновом лесу вырос, и мне очень подходит. И я, видно, 2 километра меньше надо было, чтобы отдохнуть. Я 14 километров пробежал, и вообще отлично себя чувствую. Все. У меня все симптомы плохие и тяжелые прошли. То есть это значит, что выпивать мне не надо. А если человек не напрягает себя, постоянно ленится, с любимым трудом не занимается, просто скучает в жизни, у него копится плохая судьба, он не молится. В результате у него напряжение копится, ему надо что-то сделать. То ли в компьютерную игру проиграть – это в лучшем случае. То ли выпить – это в худшем случае. То ли погулять с кем-то. Понимаете? Ну то есть человек не может быть счастливым самодостаточным своими силами. И это означает чувство человека мучают. Чувство. Иногда чувства могут у человека… Чувство у ума и щупальца. Чувство – это то, что поиск ищет счастье. Мы все ищем счастье. Мы ищем счастье глазами, ушами, языком, тактильным чувством. За обонянием пять чувств у нас. И мы всегда ищем счастье. Всеми чувствами. В основном глазами. И в ведах чувства сравниваются с конями. А человек, который управляет конями – это разум. И бывает, что чувства так заносят человека, так сильно, что он может погибнуть. Понимаете? Поэтому, если вы чувствуете, что вас занесло, допустим, «Хочу замуж!» Все как бы уже зашкаливает. Это неблагоприятно. Надо победить это желание в любом случае. Что бы вы ни хотели. «Хочу мороженое!» То есть, сильное желание всегда означает погибель. Означает, что что-то не то происходит с вами. Нужно занять себя чем-то. «Не хочу!» А нужно делать больше добрых дел для того, чтобы меньше было желаний. Чем больше человек делает добрых дел, тем меньше желаний. То есть, желание – это эгоизм. Понимаете? И они разрушают человека. Желание – это сила, которая действует вопреки мне. Некоторые люди говорят, «Я свободный человек, и поэтому буду делать то, что мне хочется». Так вот, знаете, если вы делаете то, что вам хочется, вы не свободный человек. Потому что желание – это не ваше, это судьбы. Вот когда человек чего-то хочет, это судьба его туда тянет. Это не то, что он сам. Понимаете? Желание – это опасная вещь, это сила судьбы. Многие люди думают, если я этого хочу, допустим, я хочу изменить жене. Это не то, что это хорошо. Это судьба тебя туда тянет. И ты должен побеждать эту судьбу. А хоть и хочется. Вот эти чувства надо укращать. Их можно кормить. Чувства можно кормить. Чем можно кормить их? Любимым делом, хорошим отношением к людям. Чувства надо кормить. Если их не кормить, они звереют и начинают пробой стащить человека. Понятно? Ну, послушайте песенку на эту тему. Чувствовали. Или конфетат. И я. Чувствовали. Что в ничтое. Чувствовали. И я. Чувствовали. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Допустим, ребенок хочет под машину. Вы ему покажите что-нибудь интереснее, чтобы он занял за чем-то другим. Зачем в пропасть? Какие у вас вопросы по поводу чувств? Девушка, вот чувства ее беспокоят, вижу сзади. Девушка молодая, всегда чувствую беспокоение. Спасибо за возможность с вами встретиться. Садитесь. Садитесь. Может мне важнее с вами встретить, чем в августе. Никто не знает, судьба такая. Да, вот мы сейчас служим долгое время, расчезаем Бог, как мы тоже пробовали чувствовать, чувствую все это. Бог покажет нам какой-то знак, что время за часть ребенка. Все сейчас покажет вам знак, надо начинать через 4 месяца. И через 4 месяца вам, у вас пропадет страх зачинать, а сейчас он у вас есть. Но всегда женщина, когда боится, значит ей не время. Прошел страх, значит время. У нее желание зачинать появляется, а страх проходит. Но иногда люди ошибаются, они думают о деньгах и удобствах. Например, люди думают, у нас квартиры нет там, у нас нет удобств, зачинать не будем. А хочется, женщина думает, хочется. Это неблагоприятно. Хочется, зачинай. Потому что, когда ребенок появляется в утробе, вместе с ним появляется его судьба. А если у него судьба, допустим, стоит лучше, чем ваша, то появится квартира, где жить. Ребенок, судьба ребенка организует квартиру. Но если у ребенка плохая судьба, то он появится и квартира, даже если была, ее не будет. Поэтому вы не волнуйтесь, все будет ока-кола. Вот. То есть, ну как надо, так и будет. Но надо зачинать ребенка, потому что поймите, что есть еще один момент. Сейчас объясню. Погодите, очень внимательно. Послушайте меня. Ну, допустим, если вы берете зеленые бананы, вот зеленые совсем, срываете их, упаковываете их в ящики и привозите в ритву для того, чтобы продавать. Они вызревают потом, становятся спелыми, вы их кушаете. Как вы думаете, у них такой же вкусный вкус, если бы их сорвали спелыми? Нет. Это значит ему свое время, понимаете? А если банан сорвали уже вот такой, как бы, ты хоть его запаковывай, хоть не запаковывай, он уже все, нетранспортабельный. Понимаете? Поэтому, если девушка забеременела зеленая, как бы, ну понятно, рановато там 14 лет, но все равно родится ребенок. Лучше, конечно, если бы она поспела там в 18, родила. А если она решила рожать в 45, то уже, как бы, как мне иногда пишут, как бы, ему пишут, мне 50, мужу 65. Что-то мы не можем зачать детей. Какие причины, Олег Геннадьевич? Скажите нам, какие причины? Если бы мне написали, мы костями уже начали греметь, какие причины? Я бы ответил проще. Понимаете, люди странные, они думают, что они до 100 лет могут зачинать. Надо зачинать, и когда молодая. Поэтому особенно хорошо с 18 до 25. Нет, надо в институте учиться. Нет, надо зачинать. Институт может подождать. А возможность зачинать с 18 до 25. Девушка хоть больная, хоть не больная, она все равно зачнет в этом возрасте. А вот если у нее есть склонность к бесплодию, то она проявляется уже позже. А вот чтобы была судьба, вот девочки с 12 лет в ведической культуре молились, даже с 7 лет, молились, чтобы им Бог мужа дал с 7 лет. И она молилась до 17-10 лет, и судьба приходит в результате. Я к астрологии как отношусь, я вам не скажу. Потому что к самой астрологии отношусь хорошо. Я ее люблю. А кроме астрологии есть еще астрологи, понимаете? Да, вот если вы встретили хороших, это большое чудо, понимаете? Я очень редко их встречаю почему-то в своей жизни. В основном встречаю всех, которые портят народу жизнь. Он решил предсказать что-то. Понимаете? Астролог предназначен не для того, чтобы предсказывать. Он предназначен для того, чтобы исправить. Если он не может помочь человеку, нечего болтать. Потому что если человек что-то говорит, но не знает, как с этим справиться, он обвекает человека на неудачу, а это неблагоприятно. Лучше не знать о плохой судьбе, и Бог поможет справиться, потому что у тебя нет не отрицательной веры об этом событии, не положительной. А если ты уже сформировал отрицательное мнение о событии, то это в десять раз хуже, чем если бы ты не знал о нем. Но если астролог говорит о событии и дает огромную силу побеждать, вот это и есть настоящий астролог. Но таких людей очень и очень мало. В основном они события говорят и типа, как бы, гуляй, Вася. Доктор Я говорит, буду жить. Будете, но я бы вам не советовал. Понимаете? Ну что это такое? Помог называется. Любой человек… Вот запомните теперь, у нас по знакам судьбы. Вот вы встретили человека, который говорит вам о вашей судьбе. Любой, 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 любой человек. Даже я. Вот вы встретили человека, он говорит вам о вашей судьбе, и вы испугались слов. Это неблагоприятно. И это значит, что, скорее всего, человек неправильно вам что-то сказал. Потому что пугать судьбой человека нельзя. Судьба предназначена для того, чтобы ее побеждали, а не для того, чтобы она нас ломала. Понимаете, да? Будьте осторожны с теми, кто хочет предсказывать судьбу. Эти люди сами должны сначала вам победить судьбу, а потом уже предсказывать. Если вы встретили человека, который вас пугает вашей судьбой, то я вам разрешаю сделать ему массаж лица. Тут же прямо. Это будет благоприятно для него и для вас. Хороший знак будет. Потому что через него действуют злые силы, и вы ему массаж лица. И он раз испугался и убежал. Злые силы убежали. Все, значит, все благоприятно, отлично. Злые силы могут действовать даже через человека, который выглядит очень возвышенно. Просто часто люди не знают, что такое судьба. Они думают, судьба – это что-то обреченное такое. Судьба – это объем работы просто. Узнал об объеме работы? Не теряйся. Дальше трубись. Побеждай. 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 Такое может быть. Такое может быть. В целом надо знать, что есть числа легкие, а есть тяжелые. Например, четные числа это женские числа. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Это легкие числа. Тяжелые числа это мужские. 3, 5, 1 это число Бога. Оно не женское, не мужское. 3, 5, 7, 9. Мужские числа это тяжелые. Все, что связано с мужчинами, это тяжело. Все, что связано с женщинами, это благоприятно, хорошо. Да. Молодцы, так они подтверждают меня, мои хорошие. Женская энергия позитивная. Она гармонию создает, любовь. Мужская, она вызывает напряжение, трудности. Мужская энергия. Иногда женщины могут создавать трудности, из-за того, что они выносят мужскую энергию. Вроде мужчина нормальный, а она его энергию не выносит и мучает всех. Такое тоже может быть. Но я говорю про число сейчас. Про число. Туда, куда-то не туда. Ничего страшного. Надо принять судьбу. Объем работы и трудиться. Трудиться. Побеждать судьбу. Если, допустим, как бы бросила мужа, с другим начала жить, значит, будет кризис в отношениях. Не значит, что ты обязательно, он тебя бросит так же, как ты и бросила. Такое может быть. Это, ну, это закономерность. Но ты можешь победить ее, раскаиваться там. Прощение просить. Ну, я просто, я не знаю, ваша ситуация. Я просто говорю, что вот, ну, нет никогда такого, что человека обязательно накажут. То есть он может правильно жить, как бы работать над собой, раскаиваться. И все, и нормально все будет. Никто не накажет. Ну, наказание будет, но может быть не такое сильное. В целом, надо знать, что человек должен всегда настраиваться на духовную жизнь. На природу, на добрых людей. Настраиваться, именно желать. Потому что свобода выбора такая. Нас судьба всегда затаскивает в нашу судьбу, в нашу жизнь. Каждое утро я просыпаюсь, мне вставать не хочется, мне лень. Всех бы поубивал. Ну, то есть настроение может быть плохим. Ну, то есть это просто так действует судьба. А мы должны вырываться, мы должны вставать, желать всем счастья, молиться, работать над собой, думать о Боге. И так человек должен жить каждый день. И это значит счастливая, удачливая жизнь. Не то, что удачливая жизнь, меня так, я люблю вставать рано, люблю порхать. Это все просто сказки. Счастливая жизнь означает, что человек побеждает судьбу сам. Каждый день. Счастливая жизнь. Счастливая жизнь. Счастливая жизнь. Счастливая жизнь. Чувствую проблемы, чувствую, сколько надо усилий приложить, чтобы их преодолеть, настраиваюсь на звук Святого Человека, слышу его, настраиваюсь сильнее, слышу сильнее, настраиваюсь сильнее, слышу сильнее, чувствую, что начинает преодолеваться трудность с этим ребенком и так далее. Ну то есть это труд, молитва это труд, и я знаю, что вот это происходит, преодоление, у меня сначала в сердце появляется спокойствие, потом я спрашиваю у человека, говорю, как вы чувствуете, как с вашим ребенком? Он говорит, чувствую плохо, значит у меня сердце спокойно, а он чувствует плохо, значит первый круг победы над судьбой пройден, надо теперь, чтобы в его ощущениях было хорошо, это второй круг победы. Я начинаю дальше молиться, говорю, как вы чувствуете? Он говорит, чувствую, что должно быть хорошо. Второй круг, значит влияние, первый круг в сердце, второй влияние. Потом раз ребенку еще нехорошо, только два круга, он чувствует, я чувствую. Теперь я дальше молюсь, ребенку становится лучше. Часто люди на первом круге успокаиваются, допустим, у женщины ушел муж, она помолилась, думает, чувствует, все будет хорошо, вернется, а он не возвращается, и поговорить с ним невозможно, сил нет, а в сердце спокойно. Это не значит еще, что он вернется, потому что есть три круга судьбы, один круг в сердце, второй между нами, а третий внутри него, это тоже моя судьба, там, внутри него. И я тоже там должен все изменить, это моя воля может все изменить, мои отношения с Богом. Все же не хватает в судьбе, в судьбе не хватает только одного, счастья, всегда. У меня в сердце счастья нет, разрушается, между нами счастья нет, разрушается, у него счастья нет, разрушается. Все, счастьем все наполнило, ничего не разрушается. Просто не хватает счастья, это механика. Просто не хватает счастья, все, поверьте мне, это так. Я начинаю молиться, допустим, у меня в сердце счастья хватает. Молиться означает, ну, я наполняюсь Богом. Я отдаю ему себя, он отдает мне себя. Я наполняюсь Богом. У меня сердце спокойствие появляется. Допустим, а муж ушел, допустим, я от лица жены говорю. А муж ушел, и я, он ушел другой, я так сильно, так сильно он меня ранил в мое сердце за этим постом. Он меня предал, на самом деле, и я не могу даже с ним разговаривать. Но в сердце у меня уже спокойно все, я чувствую, что все будет хорошо. Но разговаривать с ним не могу. Значит, первый круг судьбы побежден, второй нет, третий нет. А в сердце хорошо, и многие люди уже дальше не молятся, и так хорошо. Мне хорошо, дай Бог с ним, с этим мужиком. Другого себе найду. Ушел, ушел. Ушел нафиг. Тьфу. Мне уже спокойно. Тьфу на тебя, все. Спокойно мне уже, все. Тьфу на тебя. Мотай. Мне так хорошо, и все. И ладно. Понимаете, речь-то не о мужике, а о вашей судьбе. Это у вас в судьбе первый круг пройден, а два остальных нет. Потому что мы же говорим не о мужике, а о вашей судьбе. И вы судьбу с мужиком перепутали. Вам все равно его надо возвращать. Хоть вернется он, хоть нет. Потому что это ваша судьба. Вы судьбу побеждает свою, а не мужика. Разделите эти вещи. Начинайте молиться дальше. Молитесь, молитесь, молитесь. Чувствуйте, что вы уже не так на него злитесь и можете о нем думать уже. Вы о нем думаете? Нормально. Поговорить еще не можете. Это значит, что вы начали между вами второй круг жизни побеждать. Прошли чуть-чуть небольшую дистанцию, помнить о нем можете, поговорить нет. Сил нет еще. Дальше молитесь. Поговорить уже можете. Чувствуйте, что поговорить можете, но еще не можете поговорить. Чувствуйте, что можете, но все равно как бы нет сил пока. Дальше. Середину прошли. Уже можете поговорить. Ну о чем? О погоде. Там мы с тобой друзьями останемся. Я тебе простила. Все нормально. Все хорошо. Некоторые думают, да невозможно. Возможно. Поднимите руку, кто вот так уже смог. О, пожалуйста, есть такие люди. Вот. Дальше следующее. Вы уже можете с ним говорить так, чтобы как будто у вас остановились отношения. То есть вы с ним говорите ласково, добро, и он отзывается. То есть вы говорите, он еще не отзывается, но он не против. Вы говорите, он не против, но не отзывается. Это значит, что больше половины. Теперь. Дальше. Он отзываться начал, ему хочется уже общаться с вами, он сам звонит. Все. Второй круг судьбы побежден. И он говорит, мы останемся друзьями, я согласен, это у тебя правильное очень мышление, мне это нравится, все как бы, все классно. Но я ее бросать не буду, я ее люблю, вот, я с ней буду жить, вот, мы детей планируем, а как бы с тобой друзьями, все, я согласен. И вы продолжаете молитву. И начинается победа над третьим кругом. Он уже потом, оп, в какой-то момент такие темы не обсуждает. Он понимает, что это нехорошо, вам такие вещи говорит. Потом дальше он начинает раскаиваться, говорит, я зря тебя бросил на самом деле, но все равно возвращаться не буду. Потому что, ну, на швабру два раза не наступают, там, как люди говорят, горшок разбился, не склеишь, там, на швабру два раза не наступают. Ну, так они говорят. А вы не слушайте его, важно, надо судьбу побеждать. И вы молитесь дальше. И если вы молитесь дальше, то дальше у него там не алья наступает. Почему? Потому что у вас судьба улучшается, у той девушки, которая разрушила вашу судьбу, ухудшается. Идет сражение, побеждает сильнейший. Вы молитесь, молитесь, молитесь. Он начинает с ней ругаться, приходит к вам за помощью. Вы ему объясняете, что надо молиться, учиться побеждать судьбу, спасать, сохранять семью. Сохраняй отношения, сражайся, люби ее, заботься. Не вытаскивать его из отношений, а просто объяснять, как правильно. Он сражается. Но вы для него самый лучший друг. Говорит, я бы с тобой жил, если бы я так не поступил. А дурак. Ну, хорошо, иди дальше, живи, дурак. Дурачок мой, иди и все, иди. Вот. Подождите, моя хорошая, дайте это говорю. Так. Потом дальше он уже говорит, я не могу с ней, у тебя можно побуду немножко? Ну, побудь. Потом раз остался и вернулся. Теперь второй вариант. Вы победили судьбу, он раскаялся, все, он хорошо к вам относится. И он хочет вернуться, но говорит, прости, я верный человек, не могу вернуться. Остаюсь с ней. Или там ребенок у нас уже с ней, но не могу, все. Ради ребенка буду жить с ним. Это не значит, что вы судьбу не победили. Я еще раз говорю, вы же сражаетесь не с человеком, а с судьбой. То есть, вы победили судьбу, он готов вернуться, у вас сердце спокойствия, светлая память о нем, все классно, у вас все отличное отношение, он не возвращается. Это значит, что сразу же Бог вам даст другого. Сразу же. То есть, вы победили судьбу, все, получите мужика, распишитесь. Вмечаются раба Божьи, там, расписались, получили, все, живите. Да. Такой вопрос. Кто? Давайте. Хороший вопрос. Спасибо, мой хороший. Садитесь. Сейчас я вам расскажу. Вы микрофончик держите. Смотрите, у человека разные силы есть. Вот, допустим, сколько человеку нужно бегать, чтобы очистить весь организм? Ну, примерно час сорок, час пятьдесят. Человеку надо бегать, чтобы очистить весь организм. Но кто так может бегать? Это я вот три года так тренировался, чтобы только бегать. Вот. Человек обычно может бегать десять, пятнадцать минут, двадцать. Ничего страшного. Пробежали, чувствовать больше не можете, уже лучше, уже судьба у вас улучшается. Вы продлеваете свою жизнь. Знаете, что аскезы продлевают жизнь? Или не знают? Нет? Я это изучал. Вот если, допустим, неподвижное положение тела или пост. Вот если человек постится два-двое с половиной суток на воде. Где-то столько можно поститься раз примерно две с половиной-три недели. Не чаще. Вот когда человек постится двое с половиной суток, он увеличивает свою продолжительность жизни на двадцать лет. Я вот, ну, тут психические каналы прочищаются, и активное долголетие увеличивается на двадцать лет. Точно так же я бегу, допустим, и я наблюдаю. Смотри, у меня, я просто на себе это могу видеть. Я светитель. У меня активное долголетие – шестьдесят четыре года. Шестьдесят четыре года, если я ничего не делаю, я начинаю болеть, стареть. У меня активное долголетие – шестьдесят четыре года. Вот. Я бегу, пробегаю час пятьдесят где-то, где-то четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать километров. И у меня активное долголетие увеличивается до восьмидесяти шести лет. Я точно знаю, что это так. И я знаю еще, где будут препятствия, потому что я это вижу по побегу. Я, допустим, бегу в какой-то момент, оп, не бежать, бежать становится трудно. Трудно. В 72 года. Значит, мне будет тяжело жить, у меня будут препятствия. Потом мне трудно становится в 79-80 лет, очень трудно. Значит, будет сильное препятствие. Потом опять легче. И 86 лет я уже, как бы, все, цикл, как бы, я весь организм прочистил. 86 лет. Это значит, что, если я до этого возраста доживу, мне не будет хотеться больше жить дальше. Значит, в принципе, нормально. Нет, так можно бегать только раз в 5 дней. 16 километров. Если ты бегаешь, допустим, километр, можно каждый день, 3 километра уже через день, 5 километров, 6 километров через 2 дня, 9 километров через 3 дня, 12 километров через 4, 16 через 5. Организм же не может восстанавливаться за секунду. Нужно время. Но человек все это время чувствует себя хорошо. То есть, представляете, полтора часа в 6 дней нагрузки и все. И живи дальше. Можешь сидеть, лежать, что хочешь делать. У тебя организм не будет гиподинамии находиться. Очень удобно. Или, допустим, раз в 3 недели, 2,5 дня не поел, на водичке побыл. Вот такой длительный аскезум можно лучше всего только одну совершать. Или ты долго бегаешь, но я, допустим, пощусь только с вечера и до обеда. Каждый день. Не завтрак просто. Получается, 14-16 часов каждый день я пощусь. Не хватает. Я не люблю поститься там 2,5 суток, потому что я за любой кипиш, кроме голодовки. Ну, как бы переводить. А вот бегать я нормально. Ну, то есть, некоторые люди не любят бегать, а поститься нормально им. Хорошо тогда, это ваша аскеза. И нужно делать ту аскезу, которую тебе невыносимо делать. Допустим, статические упражнения тоже, они продлевают жизнь. Некоторые могут это делать. Допустим, человек может неподвижно сидеть полтора часа, вот так, в позе лотоса, допустим. Значит, это его аскеза. И он на 20 лет за полтора часа продлевает жизнь. Неподвижное положение тела. Но надо не двигаться совсем. Большинство людей 40 минут не двигается, и у него уже там все уже, все затекает, ему тяжело. Иногда у человека хорошая судьба, но, как мы говорили, неправильное мышление. Человек начинает верить в другого человека. Верить в человека бесконечно. Это значит, что этот человек обязательно этого человека потеряет. Это плохая судьба. Допустим, я вот верю в человека. Можно верить в наставника, потому что он Богу служит. Это нормально. Это мы в Бога верим. Если наставник сходит с правильного пути, можно другого себе наставника найти. Ничего страшного. Но если я верю в человека, люблю человека, верю в него как в Бога, в любовь эту к нему верю, тогда неизбежная потеря будет. Потому что человеку надо служить, заботиться о нем, а не верить в него. Вот послушайте, как люди неправильно мыслят. Вот все слова, которые вы сейчас услышите, это слова должны быть направлены на кого? На Бога. Вот слова, которые вы сейчас слушаете, это на Бога направлены должны быть, а не на человека. Запомнили? Если они направлены на человека, значит, хоть хороший период у человека, хоть плохой период, все равно у него будет плохая судьба. Все. Послушайте, как нельзя мыслить. по отношению к человеку. Но песня хорошая. Ты приносишь мне рассвет. Кто рассвет приносит? Бог. Она еще не пришла, не пришла еще. Хорошая любовь моя там. Пишу я рассвет моих глазам, Слышу теперь я синий в своих словах. Ты приносишь мне рассвет. Кто рассвет приносит? Бог. Кто приносит? Пение птиц кто приносит? Солнце луч любви кто приносит? Бог. Надо понимать, что даже в глазах близкого человека все это приносит Бог. Когда ты видишь рассвет в глазах близкого человека, это правда, но это не его энергия, это энергия Бога. Если вы так понимаете, может любить сколько хотите. Если вы понимаете, что это энергия Бога вам, Бог дает рассвет, это Бог вам дает любовь, Бог дает веру. Пение птиц в словах близкого человека Бог дает. Тогда можно любить человека без проблем. Но если ты перепутала, ты начинаешь думать, что этот человек тебе это все приносит, а не Бог, тогда ты его потеряешь. Потому что мы привязываем свои чувства к этому человеку, и он выдержать это не может. Это, ну, часто можно привести пример, частый пример о отношении, допустим, мамы с ребенком. Вот мама как бы, она привязывает свои чувства к ребенку. И он в детстве, так как он боится быть один, у нее страх. Поэтому сколько бы она к нему не привязала чувства в детстве, он всегда будет к ней стремиться. Взаимность идет, потому что он нуждается в маме, он боится остаться один, боится смерти ребенка мамы. Но если заметите, то даже если мать, допустим, сильно привязана к мальчику, и она такая его вот так… То есть целует со всей силы вот так, но с любовью мальчика, допустим, да, то он такой… Кряхтит. Так? Ему тяжело как бы вот эту любовь перевалить всю вот, она его целует, он… Кряхтит. Вот. Это значит, что вы перебарщиваете уже лишнего вашей любви. Но взрослый мальчик уже, парень уже кряхтеть не будет, понимаете? Он просто будет подальше держаться, потому что мама чувства свои слишком сильно распустила, направляет слишком сильно на него. Это неправильно. Как вот сына надо любить? Надо молиться за него. У тебя, допустим, чувства к нему есть? Ну, служи ему, молись за него, желай ему счастья, но не надо хотеть от него счастья. У тебя все тяжело, сынок, ты страдаешь. Так если так говоришь, он еще больше будет страдать. Ему так плохо, ты еще помогаешь ему словами своими. Это неправильное мышление означает зависимость от человека, зависимость. Надо любить и заботиться, желать счастья, молиться. Если у тебя есть чувства к человеку, привязались чувства к кому-то, хорошо. Используй это правильно. Молись, служи, заботься. Но не привязывайся, не желай счастья от этого человека. Иначе ты ему будешь портить жизнь. Допустим, ты ребенок, ой, сынок, как у тебя дела? Я волнуюсь за тебя. Во-первых, тебе не надо волноваться, а надо молиться. Если ты волнуешься, это значит, ты летяйка. Молись и не трогай его, пускай живет. Женщина часто любит жить жизнью чужого другого человека. Не чужого своего, но другого, не своей жизни. Она говорит, я не о себе переживаю, а о тебе. Нет, ты о себе переживаешь, потому что ты живешь его жизнью. И поэтому это эгоизм. Ну, такое, конечно, это лучше, чем о себе все время переживать. Это эгоизм такой лучше, но это все равно эгоизм, он приносит страдания. Поэтому надо не переживать, а молиться. А вот если вы молитесь за близкого человека, вы становитесь ангелом-хранителем. Это прямо противоположный результат. Вы привязаны к человеку, и вместо того, чтобы переживать, вы молитесь за него. Получается суперхороший результат. Отлично. Все счастливы? Отлично. Все счастливы? Подписывайтесь на наш канал, и, подсо. Подписывайтесь на наш канал, и, подош finans. Вода за вас не знала. Не знала это. Нет, ты не знала, и ни знала, и не знала, и не знала. Отлично. Там я и не знала, и теперь, где она не знала, а потом и не знала. Видите, как много любви в человеке, как много любви в человеке, если бы это еще любовь правильное русло, один великий святой, его звали Билла Мангл Тхакур, он, Тхакур значит святой, Вот, он полюбил в юности, у него был как бы, был свой магазинчик, он проговал, и он полюбил одну девушку, и так сильно хотел с ней встретиться, и была буря, он переплыл через Гангу, мог погибнуть, потому что там были сильные волны, буря, и такая сильная буря, что даже крокодилы не знали, что им делать, И он вцепился за одно бревно, бревно какое-то лежит, он взял, за бревно схватился, и как бы, когда за что-то схватился, легче переплывать, и он с этим бревном переплыл, оказался крокодил, вот, потом он, там был забор, она, вон, ей как кричит, ветер, шторм, ничего не слышно, А ему хочется к ней, и он начал на забор лезть, смотрит, какая-то веревка висит, он взял, как бы, по этой веревке, это оказалось змея, перелез, и потом он стучится вниз, а она на втором этаже дома, и он на балкон начал лезть на второй этаж, и там скользко, впрочем, чуть не погиб, короче, три раза, Ну, и постучался ей, там, зашел к ней через балкон, и она говорит, как ты вообще здесь оказался, буря как бы, и он рассказал ей вот это все, как он к ней стремился, как там рисковал жизнью, и она ему сказала, если бы ты так к Богу стремился, ты бы был великим святым, если бы ты так Бога любил, ты был великим святым, А вот то, что ты так меня любишь, ну, я не могу тебе отдать взаимностью, то есть я чувствую это как тяжесть, как ноша для меня, твоя любовь, я не могу ее вытерпеть, твоя любовь, она очень тяжелая для меня, потому что я не Бог, но это был очень разумный человек, и он, этот человек все понял, и он в результате оставил, все, и пошел к Богу, пошел в святое место, отрекся от мира, стал великим святым, она стала его первым учителем, он говорит, это мой первый учитель, это девушка, которую я любил, она дала мне знание, как правильно жить, но если человек, ну, как бы, не имеет этого знания, то всегда получается один и тот же вариант, и не то, что плохая судьба пришла, а просто это неправильное мышление. Дурманом слава Дурманом сладким, понимаете? Дурман этот, у него сладкий запах у этого растения, но когда его нюхаешь, то можно погибнуть, ну, человек может, вот там, дурман, когда он растет большими зарослями, человек идет, он такой, ой, как хорошо, его расслабляет, он падает там, и он начинает спать непробудным сном, и этот запах, он ядовитый, человек может там просто умереть, в этом дурмане. Дурманом сладким, веяло от слова твоего. Понимаете, человек ищет счастья всю жизнь, если он с Богом не знаком, с духовной практикой не знаком, природу не любит, людей не любит, а счастья же любви хочется, и он увидел гармонию с каким-то другим человеком, и пошел этот дурман, и человек, и может человеку надо во что-то верить, он не может без веры жить, и он начинает верить в другого человека. Вместо того, чтобы Бога верить, ну, то есть, любить можно, это хорошо, что такое любить? Заботиться о человеке, что-то делать для него, а верить, то есть, верить означает получать энергию счастья, надо Богу. Иди в храм и верь, иди на природу, верь в природу, иди к добрым людям, верь в добрых людей, А если ты веришь в близкого человека, он же творит твою судьбу, через эту веру близкого человека и придет к тебе страдание. Понимаете? ПЕСНЯ Максимум два. Потому что, ну, так сильно втрюхаться в человека и получить поражение, в следующий раз будет уже опасность чувства человека. Но это не значит, что в душе цветут сады один раз. Ты можешь Бога поверить, так же сильно его полюбить, а в душе цветы будут свести вечно тогда, а не один раз. Вечно. Что Бог может взаимностью отдавать всегда на наши сильные чувства. Мы можем его любить бесконечно. И он всегда будет отдавать все больше взаимностью, больше и больше и больше. Но человека, когда мы любим, он не может выдержать. Ни ребенок маленький, ни мужчина, ни взрослый человек. Допустим, вся женщина одна подошла, говорит, Олег Геннадьевич, мы вас так любим, я бы радовался. Потом она мне говорит, пишите мне пожелания как можно больше. Мы говорим, пишите, 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 пишите. И это не для меня будет, для всех людей, но все равно мне стало тяжело. Я написал, как смог, там все нормально. Но я просто говорю, мне стало тяжело, потому что сильно большая любовь. Ну, как бы, я согласен, все, я принимаю, но тяжело. Потому что я, понимаете, я не Бог, чтобы выдержать. Мы, понимаете, мы не можем выдержать любовь. Вот в чем проблема. Надо признаться себе в этом. Мы не можем. Люди ждут, ну, когда же меня полюбит кто-то? Или нет, когда я полюблю кого-то? Девочек матери? Всех надо любить так. Нужно заботиться о детях, давать им знания. И терпеть свои чувства по отношению к ним. Не распускать их. Ну, девочка, в принципе, она из любви соткана. Ты, допустим, ее целуешь, она тебе щечки поставляет. Давай сюда. Еще. То есть, она из любви, поэтому, сколько ни целую, ей все, мало. Понимаете, но у тебя проблемы потом начнутся. Ты ее любишь все больше и больше. Она согласна, ей нравится все. Вот. Но у тебя проблемы начинаются в основном. Потому что начинаешь привязываться к ней. Боишься за каждый ее шаг. Туда не пошла. Ой, что там с ней? А-а-а, что с ней будет? Понимаете, все. Ты с ума сходишь. А ей нормально. Если мама дочку любит, допустим. Но когда дочка вырастает, ей уже ненормально. Потому что она взрослая, она мама. Дочка, ой, мама, все, 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 мама, все. Она не может выдержать. И мама думает, несправедливость. Я тебе всю жизнь отдала, а ты меня не любишь. Не уважаешь, не любишь. Все, несправедливость. Так это неправильное мышление. Причем справедливость или нет? Дочка же не Бог, чтобы твою любовь выдержать. Это ты Богу должна ее отдать. Не то, что у тебя плохой период какой-то в жизни идет. Это неправильное мышление. Запомните, никакого плохого периода. Или, допустим, девушка бросила мужа. Мне говорят, я бросила мужа. Четыре года одна. Где мужики? Мне вопрос задают. Когда Бог даст следующего? Называйте дату. Да, следующего. Я одна же не могу. Что такое? Я говорю, ну вы раскаялись, как вы что бросили? А что, говорит, раскаиваться? В кого он раскаивается? Меня не раскаивались. Я хочу другого мужика, Олег Геннадьевич. Называйте дату. У меня что, плохой период, говорит, идет? Я говорю, нет, у вас хороший период. Он говорит, где мужик? Я говорю, моя хорошая, поймите такую вещь, говорю. Вот вы бросили мужика, описал его качество. Говорю, вот так и так. Она говорит, все правильно. Он хороший. Вот так вы сказали, вот он хороший. Но чувств у меня, понимаете, Олег Геннадьевич, у меня чувств к нему нет. Я говорю, так чувства заканчиваются у всех. Вот они были, и теперь надо человеку служить, заботиться о нем, чтобы чувства твои возникали. А если ты просто хочешь с ним жить, и всегда чувствуешь, чтобы у тебя было, это что, вечный двигатель, что ли? Должна учиться правильно себя вести по отношению к человеку, чтобы чувства поддержали. А не то, что они всегда у тебя чувства будут. Бог вам дал ощущение любви на какое-то время, теперь сами трудитесь над ней. Она говорит, Олег Геннадьевич, это философия, мне мужика надо, понимаете? Я говорю, хорошо, хорошо. Давайте займем, то есть Бог кого-нибудь, мужика кто не дает вам? Бог не дает. Хорошо. Она, хорошо, почему он не дает мне мужика? Я сейчас объясню. Вот смотрите, вы мужика бросили, хорошего. Как жить правильно, не хотите изучать. Бросили, даже раскаиваться не хотите, да? И говорю, у Бога мужиков завались, понимаете? Вот завались. Но они у него все любимые. И что он вам сейчас отдаст еще одного мужичка, своего любимого? Чтобы вы его опять бросили, что ли? Да ни за что. И она такая, у-у-у, репу начала чесать. О-у-у, задумалась. Понимаете, вот иногда просто незнание, как правильно жить, человек страдает от этого. Не то, что период плохой. Период хороший, раскайся. Некоторые женщины и раскаялись, бросили мужа. И одинокий поэтому. Период хороший идет, все, мужика нет, потому что не раскаялась. Чаще всего люди страдают от неправильного понимания вещей. Может быть, периоды в жизни плохие не может быть, а точно есть. Люди погибают, умирают, там болезни тяжелые возникают. Но в основном люди страдают от неправильного понимания вещей. В основном. Поэтому, учитесь жить правильно. Вот первое, что я хотел бы вам сказать. Большинство людей сейчас, это тотальная проблема, тотальная проблема в этом мире. Большинство людей, они страдают от того, что у них нет аскез. Жизнь рафинированная. Нет природы, нет аскез. Ну, то есть, мы живем в замкнутом пространстве. Стиральная машина сама стирает, не нужно стирать белье. Все происходит само. Скорой жевать уже не надо будет, все будет само жеваться. Ну, то есть, у человека все меньше движения. Это значит, что меньше жизни. Потому что для того, чтобы жить, человек должен с помощью движения вырабатывать энергию, которая дает ему возможность продлевать жизнь. Поэтому каждый человек должен начать бегать. Бег – это самый правильный и естественный способ движения. Некоторые думают, не буду бегать, буду на велосипеде кататься. Это неестественный способ движения. Или с палками там всякими ходить. Это неестественно. Естественно, это просто бегать. Но если ты не можешь бегать, хорошо, ходи. Не можешь ходить, ходи с палками. Не можешь ходить с палками – ползай. Не можешь ползать, значит, шевели пальцами лежишь. Если уже не можешь шевелить пальцами, ползать и ничем шевелить не можешь, лежишь просто готовься к земле, значит. Привыкай. Значит, твое время закончилось жить на этой земле. Но если ты можешь шевелить пальцами – шевели. Будешь шевелить пальцами – расшевелится кисть. Будешь шевелить кисть – рука расшевелится. Руку расшевелишь – плечо расшевелится. Плечо расшевелишь – шея расшевелится. И так далее. И так ты можешь встать. Поднялась – ползи. Научилась ползать – вставай. Ходи, научилась ходить, бежи. Понимаете, человек должен побеждать свою судьбу. А если он согласился, не хочет, все. Значит, тогда он будет побежден. Теперь следующее, знайте, что есть еще вещи, которые мы вообще просто не понимаем. Человек не понимает, что ему нужно больше контактировать с водой в жизни. Потому что вода дает жизнь. Она снимает напряжение у человека, воспалительный процесс. И столько доброго делает человек, расслабляет психику. Больше контакта с водой. Деревья дают человеку силу терпеть судьбу. Допустим, не можешь вытерпеть ситуацию какую-то. Встань к дереву, начнешь терпеть, почувствуешь это. Лиственные деревья, они дают человеку, успокаивают его. Дают гармонию с этим миром, спокойствие. Хвойные деревья дают победу над судьбой. Лиственные это как женщины, а хвойные как мужчины. Мужчины побеждают, дают силу, женщины дают гармонии, любовь, спокойствие. Лиственные деревья как женщины, хвойные как мужчины. Плодовые деревья это как милостивые люди. Ну то есть, плодовые деревья, благостные деревья, они еще лучше действуют на человека. Но надо знать, что лучше всего действует на человека дерево, которое толще человека. Тонкое дерево будет напрягать, а толстое будет расслаблять, снимать натяжение. Знайте, что деревья дают возможность человеку вытерпеть все, что можно вытерпеть в этом мире. Поэтому, если вам тяжело что-то терпеть, вставайте к дереву и молитесь рядом с ним. Неподвижное положение тела усиливает терпение, победу над судьбой. Поэтому неподвижное положение тела плюс дерево и плюс молитва. Очень сильное сочетание для победы над судьбой. Движение плюс слушание лекций. Потому что, когда человек двигается, у него начинает активизироваться организм, и у него начинает активизироваться память. Сейчас один человек ко мне подошел, говорит, память теряю. Нужно двигаться, и сразу она восстановится. Когда человек двигается, у него все запоминается очень хорошо. Длительное движение улучшает память. Причем надо знать, что когда вы двигаетесь, то в ваш организм заходят стихии. Стихии энергии нужны для здоровья. Вот смотрите, каждая функция организма нуждается в энергии стихии. Некоторые говорят, мне надо пить лекарства, потому что организм сам не может там ритм сердца вырабатывать. Организм может вырабатывать ритм сердца, но ему не хватает энергии для этого, сил. Эти силы берутся от природы. Энергия ритма сердца – это энергия воздуха. Если ты на свежем воздухе бегаешь, то у тебя вылечивается эта болезнь. Ну и так далее, понимаете? То есть земля дает человеку спокойствие, хороший сон, воспалительные процессы снимает. У женщины улучшают гормональные функции. Вода дает человеку хороший обмен веществ, дает человеку расслабление, эмоциональное спокойствие. Гормональные функции тоже налажатся у женщин от воды. Воздух дает человеку бодрость, концентрацию, силу, хорошую память, хорошую мышечную систему. Женщинам дает стройность, энергия воздуха. Мужчинам дает силу. Энергия солнца дает человеку оптимизм, хороший обмен веществ, хорошую кровь, энергия солнца дает. Дальше энергия солнца дает иммунитет, победу над болезнями, рассасывание всех там опухолей, энергия солнца дает. Энергия деревьев дает спокойствие, как я говорил. И так далее. Видите, это стихии природы. Природа – это энергия Бога. Она дает человеку возможность быть здоровым. Если человек на природе бегает или неподвижно стоит, он совершает аскезы. Во время аскез на природе входит энергия природы в наш организм. Если я ничего не делаю на природе, просто сижу там, телевизор смотрю, ничего не войдет. Нужно совершать аскезы, побеждать себя. Или идти, или бежать, или неподвижно стоять. В это время заходит энергия природы, и мы вылечиваемся. Нужно солнце – зайдет солнце. Даже если облака. Нужна земля, земля зайдет. Вам об этом не надо думать. Вам надо думать о том, чтобы быть бескорыстным и настраиваться хорошо по отношению к природе. Любить природу. Любить природу. Это очень важно на победу над судьбой, потому что многие люди, смотрите, вот, допустим, вы говорите, у меня постоянно слабость, как одна девушка ко мне дошла, у меня месячные плохие, слабость постоянно, нет сил, слабость, нет сил. Или там ни пищеварения не работают, я худею, или я толстею там, или я дурею. И вот, как бы, все это означает, не хватает энергии природы. Ну, то есть, у тебя разряжаются батарейки просто. Ну, нужно заряжать батарейки, которые питают организм, и ты, как бы, живешь. Мы дети природы. Мы не можем без нее жить. Все. Мы живем в панельных домах высоких. Чем выше этаж, тем больше напрягает человек, потому что далеко от земли. А если женщина на высоком этаже вынашивает ребенка, значит, ребенок будет тоже напряженным. Потому что матка напряжена. Напряженный ребенок означает ДЦП, аутизм, задержка психического развития. Это просто напряжение. Все. Высокий этаж, результат такой. Женщины, не пугайтесь. Можете гулять просто часто, и все будет нормально. Ну, то есть, я вам рассказываю просто про жизнь. Да? Проблема даже не в высоком этаже чаще всего, а в лене человеческом. Он не понимает, что ему это надо просто. Забыл уже. Все. Не понимает. Есть такой фильм, старый русский фильм, Герсу-Узала называется. Герсу-Узала – это такой якут, охотник, который всю жизнь прожил в лесу. Просто в лесу живет. И его дети решили забрать в город. Он пожил у них в городе, говорит, я не буду здесь жить, мне здесь плохо, я слабею, у меня теряются силы, я пойду в лес. Все. Он ушел в лес потом. И он жил очень долго. Понимаете, очень старый человек. У меня соседи как бы, ну, по 80 лет. Бабушка, дедушка. Я подошел к ним как-то, говорю, как вы долго так живете, какой у вас секрет долголетий. Говорит, дед такой военный, грубоват такой. Секрет. Пахать надо на огороде, вот и секрет есть. А они как бы, они себе на жизнь просто вот этим огородом живут. Там тепло в Краснодарском крае, там все растет. И они целыми днями там на огороде, по 8 месяцев в году. И вот они здоровые, им дают здоровье. А они мне это рассказали, что вот это гнойные раны лечат растения. То есть они все выращивают себе, им живут этим огородом, все у них все растет. И они живут благодаря земле. Оно им дает здоровье. И там работают целыми днями. Учите слюбить природу. Это большая редкость сейчас. Большая редкость. Послушайте. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok А у многих у вас, вот вы не можете просто бронить в полях, ничем не беспокоить. Почему? Потому что вы в это не верите, у вас нет контакта, вы не чувствуете это все. Вот откуда он поверил, почему он поверил, человек, который написал эту песню? Давайте узнаем об этом в следующем стихе. Почему он верит в природу? Есть причина, надо учиться в нее верить. У вас нет, допустим, причины, но делать нечего, надо учиться. То есть, раньше все люди на земле жили на природе, сейчас мы себя загнали в дома. Но надо учиться верить, иначе будете больными. Ну, допустим, мужчина вот черный какой-то, вам не хватает энергии воды, вы перегреваете постоянно, жарко вам, от этого давление страдает, там, гнев, там, и так далее. Это стареет организм, нужна вода. Нужен контакт с водой, с природой, с землей, с водой, и вы будете счастливы, здоровы. Откуда он получил эту веру? Смотрите. Субтитры создавал DimaTorzok Видите, он веру с детства эту получил. Он здесь жил, в этом месте. Он поверил в природу, потому что он здесь жил, он с детства. Человек, когда в детстве где-то живет, он в это начинает верить. Понимаете, он лечится природой. Он как бы на дальней станции сойдет. Зачем? Потому что все, устал уже в городе. Нужно ехать. Понимаете? И дальше заряжается уже природой. Вы скажете, а мне некогда, Леонид Геннадьевич, я работаю, работа там, телевизор, сон. Работа, телевизор, сон. Некогда на природу. Ну, хорошо, тогда привыкайте к земле. Потому что вы просто не хотите жить, значит, получается. Потому что вы не заметите, как заболеете тяжелой болезнью. Понимаете? Не можете бегать, когда надо учиться ходить. И у врачей есть такая шутка, такая врачебная. Если не хочешь ходить, значит, будешь ходить под себя. Ну, это как бы, понятно, сложный русский язык. Ходить под себя означает бежать на постели и писать в судно. Как еще такой анекдот есть, здесь тоже притча такая медицинская. Лучше журавль в небе, чем утка под кроватью. Значит, надо ходить, понимаете? Теперь это вы, я надеюсь, усвоили, да? Теперь смотрите, вы говорите, у меня плохая судьба, не могу выйти замуж. Это просто не хватает сил. И это силы, понимаете? Вот женщины, это силы, это сила. Вот все женщины красивые, все до одной красивые, но обессиленные. Обессиленная означает некрасивые. Вот все девушки красивые. Но если девушка обессиленная, она некрасивая. Потому что у женщины красота, это ее сила. Хоть молодая, хоть не молодая, не имеет значения. Теперь, как украинцы говорят, шо робить? Что делать? То есть, все делает? Копить силу. Вот так, допустим, физическая сила как копится? Гильки так раз, два, раз, два. Упражнение делаешь, упражняешься и получается сила. Такая же физическая сила, так? Но есть сила, которая дает возможность выйти замуж. Эта сила приобретается с помощью заботы о людях. Не о собачках, не о птичках, а о людях. Вот начинаешь людей любить, заботиться о них. Думаешь, что это, Лебединоч, они обо мне не заботятся, а я о них буду забыть. Вот в этом сложность. Надо победить свои вот эти вот лень, что меня никто не любит. Обо мне вообще-то должны заботиться, Лебединоч. Нет, не так. Вы должны сами заботиться, учиться. Любить, заботиться, учиться, 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 любить, заботиться, сами должны. Всех вокруг подружек должно быть у женщин много. Всех заботиться любить, не то, что я одна, Лебединоч, некого любить, я одна. Но подружись. Вон куча народ сидит. Девушки же с тобой всем дружатся, вот подойдет любой девушка с девушкой, давай дружить, давай, вот, и все, начала дружить с девушкой, заботиться обо всех, стала красивее, но человека еще нет, потому что ты красивее, но ты слабее мужчин, красота женщины, у мужчин примерно, как бы, есть определенная сила, средняя такая, мужская сила, есть такая, ну, средняя, ну, по вашей судьбе. И вы должны красоту свою увеличивать, увеличивать, и в какой-то момент ваша красота мужчинам станет невыносимым. Ну, то есть, вы станете сильнее их психики, женская красота должна стать сильнее мужчин, мужской энергии. В результате вы заметите, что на вас начнут сначала поглядывать, потом пытаться познакомиться, потом уже будут женихи, как бы, это все закономерность просто, и все. Или, допустим, мы сейчас о чем говорим? Мы сначала говорили с вами о здоровье, да? Теперь мы говорим о вот нашей жизни, о социальном положении человека. Вот, допустим, мужчина говорит, Олег Геннадь, что-то я не могу работу себе найти. Нет, это неправильное мышление. Ты не любишь труд. Иди и работай где угодно. Пускай тебе платят копейки, полюби труд. Начнешь любить труд, это значит, что тебя начнут любить в твоем труде. То есть, это значит, что у тебя будет выбор. У тебя исходит энергия, сила такая мужская. У мужчин нарисовано, любит труд на вну, не любит труд. У всех, понимаете? И работодатели читают эти надписи. Они знают, кто как. И если ты любишь труд, ты приходишь, вот ты любишь, тебе нравится работа, любишь просто. Ты приходишь и говоришь, о, нам, нам такие нужны люди. Это значит, что ты легко можешь себе найти работу, потому что любишь труд. Или скажете, я люблю труд, но у меня денег не хватает. Денег не хватает означает, что у тебя труд не очень высокий, не статусный. Понимаете, чем более статусный, тем лучше платят. Правда? То есть, статусный труд, это уже другое. Любишь труд, работа есть, денег нет. Хорошо, тогда тебе надо любить, учиться, уважать страну, в которой ты живешь. Начальство, правительство, каким-то плохим оно не было. Учись все это уважать, потому что, когда ты старших любишь, тогда ты начинаешь расти вверх в своем положении в обществе. Нехороший. Видите как? Все. От любви зависит вся наша жизнь. Не то, что у меня плохой период, я не могу работу найти. Бывает и такое, конечно. Но часто люди просто не хотят работать, поэтому не могут найти. Просто не хотят. Получитесь любить труд, найдете работу. Любите старших, будете иметь хорошее положение в обществе. Любите заботиться, выйдете замуж. Женщина говорит, Олег Иванович, а у меня детей нет. Что я, значит, не люблю детей? Нет, это неправильное мышление. Если у тебя нет детей, у тебя просто не хватает энергии природы. Просто не хватает энергии природы. Иди, бегай, прыгай, гуляй. Вот сколько уже девушек получили детей благодаря тому, что они все-таки сделали, как я сказал. Поднимите руку здесь в зале. Сколько вот уже человек. Вон, смотрите, уже вес рук. Теперь человек оплодил. Хорошо же, правда? Начали пользоваться советами. Один индус, такой уважаемый индус, когда я был в святом месте, он подошел ко мне и говорит, я вас знаю. У меня же русская жена, она слушает ваши лекции. Я вас уважаю как наставника. Она не может зачать ребенка. Что нам нужно делать, чтобы зачать? Я говорю, ей нужно просто бегать. И она зачмет ребенка. Он посмотрел на меня. Я вам верю, но не понимаю, почему так сказать. Но она будет бегать. Там индус, как бы он сказал жене, она это делает. И она говорит, Олег Инатьевич, я не хочу бегать. Может не ходить? Я говорю, муж сказал бегать, значит бегать. Но она за индуса вышла, она слушается. Побежала. Через полгода пишет мне, все, забеременела. Можно не бегать? Я говорю, теперь ходи, потому что беременной уже так нельзя. Слишком напрягаться. Как родишь, опять бегай. Да? Кто сказал ходить замуж? Поднимите руку. Вы сказали. Молодец, правильно. Если мужчина сказал, спросил, женатый или нет. А дальше бы другой вопрос последует. Моя хорошая, я все понимаю. Есть только одна проблема. Вы можете найти работу 5 секунд по вашей судьбе. Раз и нашли. Но работать вам не хочется. Это за это вся проблема. Но надо. Надо просто приходить на работу и что-то делать. Ну что делать? Девочки же надо получать. Вам женщине обязательно упахиваться. Даже для чего еще вам надо ходить на работу? Для того, чтобы улыбаться. Всех любить. Заботиться обо всех. Потому что иначе замуж не выйдешь. Чтобы выйти замуж, нужно, чтобы люди вокруг были. Для того, чтобы заботиться обо всех. Всех любить. А если вы так не будете делать, то тогда не выйдете замуж. Не вышло, потому что вот вы 25% прошли пути. Надо дальше идти. Вы слишком шустрая. Вот замуж хотите всего 2,5 года. А до этого вшила как хотела. Понимаете? И сейчас вот 2,5 сразу мужика подавай. Надо немножко как бы потренироваться чуть-чуть. Ну не то, что прям совсем много. Чуть-чуть еще и все нормально. Ну только у меня к вам просьба одна. Вам когда Господь мужичка даст, вы уж перед ним не сильно носом-то крутите. Ладно? А то у вас тоже вот такая привычка такая есть. Хорошо? По рукам. Вот так вот все. Я вас научу. Повалитесь. По правой, по левому. По левой. Ну значит все. Часто девушки, знаете, мужика дает плохо, а они начинают носом крутить. Это не так, то не так. Потому что все девушки на самом деле за Бога хотят замуж. Вот. Ну Бога ведь как бы нам замуж, как бы мужья не дадут, правда? Нам дадут мужика просто обычного. А они все одинаковые эти мужики. У них куча недостатков, они такие все вот. Ну терпеть надо просто. Ну то есть молодой человек встречает с вашей дочкой. Да? Да. И вы думаете, господи, ну сколько можно уже встречаться? Давай, бери замуж. Да? Надавила напарнина. Да? То есть, рыбка сорвалась. То есть, вы слишком рано потянули удочку, да? Рыбка сорвалась. Граница в том, чтобы терпеть, так терпеть, чтобы наоборот возвращать мужика к дочке, а не испугать его, испугивать. Может вообще, вашу дочку продолжает любить, но вас испугался. Ну, вон, она кивает головой, согласны? Не лезьте больше в их отношения, все. Извините, скажите, я виновата. Ну, скажите вы, девушка, да? Не надо было ставить. Потихоньку, помаленьку. Хорошо, а сейчас он все, испугался? Мне надо поизвиниться, сказать, слушай, я что-то зря так сказал. Что? Давай дружить дальше. Пролегкие расстояния. Сейчас посмотрим. Ну да, там что-то не буду, приятно все. В общем, надо всех любить, заботиться, молиться, Бог даст другого мужика. Я чувствую, что там ничего не будет. Вы туда не поедете, он к вам не поедет. Ничего не будет. Сейчас люди любят друг другу по интернету, понимаете? Но детей зачинать по интернету не получается. И жить вместе тоже не получается. Поэтому трудность такая возникает. Вообще, если говорить про тещу, то нужно вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо тещей хорошей быть, чтобы так человек верил в тебя, любил. Ну ладно, что у нас время подходит к концу. Я вам все рассказал. Учитесь молиться, учитесь любить людей, учитесь любить природой. Если говорить о молитве, то это целая наука. У меня есть семинар. Называется «Победа над трудностями судьбы». Слушайте эти лекции. Есть техника молитвы, такие лекции изучайте. Там написано, как молиться. Учитесь этому. Я думаю, что у нас будет онлайн-семинар. У меня есть онлайн-семинар сейчас, я сижу в Краснодаре, а вас собирают организаторы, какие-то группы небольшие. Можете сами собирать группы людей, если хотите. То есть можно несколько групп в городе делать. У вас есть онлайн? Вы уже участвовали в онлайн? Лена, вы участвуете в онлайн у нас? Вы смотрите, если вы сами не хотите, пускай кто-то в другой организации. Да. Можно по 20, по 30, по 40 человек онлайн собирать. Люди общаются со мной. Потому что там онлайн мы будем молитвы скоро устраивать. Я буду обучать молитве. Молиться онлайн будем. И будет еще этот вопрос задавать. Классно же этому всему учиться. А так на лекции мы не будем же специальные молитвы, для молитвы лекции посещать. А? Ну, это мало людей придет, у меня опыт такой. Вот придет всего, может быть, одна треть этого зала. Да. А если онлайн делать, то все желающие придут, это вот формат такой для онлайн, молитвенные. Более сложные темы, не все захотят слушать. Послушайте меня внимательно. Смотрите, у человека есть три типа звука в сердце. Только один тип звука побеждает судьбу. Вот, допустим, я «Я желаю всем счастья». Это называется эмоциональный звук. Он не побеждает судьбу, он просто улучшает настроение. Второй тип звука «Я желаю всем счастья». «Я желаю всем счастья». Это значит, что ты передаешь людям свое настроение. Этот звук не побеждает судьбу, если у тебя хорошее настроение, то ты помогаешь людям, если плохое, то мешаешь. Допустим, «Я желаю всем счастья». Понимаете? Значит, ты мешаешь людям, у тебя плохое настроение. Но есть еще один тип звука, который побеждает судьбу. Это звук памяти называется. Звук памяти. Я, допустим, вспоминаю своего наставника. «Я желаю всем счастья». То есть и в звуке памяти есть вера. Потому что через память идет вера. Если я, допустим, о себе помню и желаю всем счастья, это не тот звук памяти. Я думаю о себе, соединяюсь с судьбой. А надо думать не о себе, а о святости, о Боге. И память о хорошем человеке, о каком-то святом, у человека в сердце, если он любит его, может жить. Но иногда у человека приходит в сердце плохая судьба. И в этом случае плохая судьба забирает всю твою память на себя. И ты не можешь вспомнить святого человека. И тогда, значит, твоя молитва становится бессмысленной. И поэтому существует другой метод, когда ты включаешь голос тех, кто молится, и начинаешь слушать их. Во время слушания тех, кто молится, включается твоя память, переключаясь на них от себя. В результате ты начинаешь вместе с ними молиться, повторять молитву, как они, с памятью о них, и побеждаешь судьбу. Вот этот метод, слушать вместе с кем-то молиться, слушать их, он для начинающих, он более простой, более сильный для начала. Когда ты помнишь о Боге сам, это более сложный метод, он такой же сильный, но его можно культивировать для тех людей, которые способны очень глубоко помнить о Боге и с памятью о Нем повторять молитву. Большинство людей сейчас на это не способны. Находите молитву в вашей мере. Какой должна быть молитва? Молитва должна быть короткой. Ее надо читать на четках. Допустим, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Лучше всего прославлять Бога. Аллилуйя – хорошая молитва. Богу хвала, Богу хвала, Богу хвала. Или, допустим, Аль-Хамдулили, Аль-Хамдулили, Аль-Хамдулили. Это опять Богу хвала, Богу хвала, только уже мусульманская молитва. Или там Хари Кришна, Хари Кришна, это Богу хвала, Богу хвала, только на санскрипте. Понимаете, то есть, другими словами, молитва должна прославлять Бога. Это самая лучшая молитва. Понятно? И молиться лучше всего с тем, кто параллельно молится. Может быть, это будет не та же самая молитва, но человек очень вдохновленно молится, и вы в его настроении, на четко повторяете молитву, не двигаясь, слушая тех, кто молится, повторяя, как они. Постепенно ваш звук становится сильным. Это значит, включился разум. Вы повторяете Аль-Камбулили, 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 или Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Сильно повторяете уже, или, как там, очи нас заканчиваются, там, в конце, как там звучит. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, там, прославляешь Господа, опять прославление Господа. Вот, то есть, короткая молитва должна быть. Потому что длинная, ты об этом думаешь уже, ты как бы не думаешь о звуке. Сначала человек не думает о самой молитве, думает о том, как она звучит, чтобы она сильно звучала. Когда молитва пришла в сердце, сначала она просто сильно звучает, потом приходит сердце. Сердце, когда открылось для молитвы, тогда ты уже о молитве начинаешь думать. Я желаю всем счастья от сердца, потому что у тебя счастье в сердце появилось. Потому что сила пришла в сердце от того, что ты делаешь. Когда ты уже от сердца начинаешь. А до этого ты просто слушаешь тех, кто молится, и как они делаешь. Понимаете, ты включаешь разум. Потом разум живет в сердце. Он включился, ты уже в сердце. Я желаю всем счастья, но все равно вместе с теми, кто молится. И потом дальше у тебя в сердце появляется спокойствие. Потом ты начинаешь направлять свое спокойствие в какую-то память о каком-то событии. Но продолжаешь слушать тех, кто молится. И просто наблюдаешь, что происходит там с этой памятью, с событием, что происходит. Но силы отдаешь Богу при этом. Богу отдаешь силы, от Него получаешь силу. Если сам думаешь о событии, а в молитве не думаешь, тогда ничего не получишь. И ничего не отдашь. У тебя же нет сил. Понятно, как надо? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Следующий куплет. Следующий куплет. Следующий куплет. Субтитры создавал DimaTorzok Ну там потом Харе Кришна Богу хвала и так далее. В общем, вот такая система. Понятно? Так все молились с древних времен. Сейчас люди в основном занимаются тем, что они повторяют псалмы или намаз, допустим. Они просто говорят, надо молиться. Ну то есть намаз означает призыв к молитве. То есть призыв к молитве есть. Псалмы поем. Псалмы означает, что ты учишься правильно мыслить. Понимаете? А есть еще молитва на четках. Когда ты повторяешь одно и то же и глубже, глубже, глубже побеждаешь судьбу. Вот это вот сейчас мало кто делает. А это надо делать. Мантры. Ман означает ум. Тра означает победа. Мантра означает победа над умом. Есть разные мантры. Есть мантры, которые разгоняют тучи. Которые чакры очищают. Есть мантры как молитвы. Это повторение имен Бога. Это прославление Бога. Эти мантры и молитвы это одно и то же. Понятно? Вот эти мантры надо повторять. За других не надо молиться. Нужно прославлять Бога. Он о них позаботится сам. Молиться за других что означает? Означает, что я думаю, что у Бога что-то с памятью. Он не помнит, что у них проблемы. И я ему напоминаю. Говорю, Господи, ну понимаешь, вот за этого надо. Вот этому надо. Понимаешь, Господи? Вот этому помочь. Вот этому помочь. Он такой, он как бы не врубается. Ты ему. Вот этому помочь. Вот этому. Господи, понимаешь, понимаешь, вот этому помочь. Я как бы, мне в интернет прислали такую, такую юмореску. То есть стоит хомячок, а иногда хомячки стоят вот так вот. Знаете? Вот так. Они так умеют. Любят стоять вот так. Ложки и ладошки складывают. Вот так стоит, еще головку вверху затрал. Вот так. И такая подпись. Господи, дай мне тонкую талию и толстый кошелек. Смотри, не перепутай. Не сильно доверяем как бы Богу, но вдруг перепутай. Тонкий кошелек, толстая талия. Зачем мне это надо? Мои хорошие. Господь все знает сам. Больше, чем вы даже можете себе представить. Он тоже знает, как вашему близкому помочь и сколько ему нужно помощи. Он все знает. Но вы его туда не пускаете своим мыслями. Когда вы думаете о близком человеке и молитесь, вы не пускаете туда Бога. Чтобы Бог зашел ему помогать, вам надо отвлечься, в своей памяти отвлечься от близкого человека и начать думать о Боге. Если вы думаете о Боге, то Бог дает вам силы. И эти силы идут близкому человеку сами, потому что Бог знает, кому надо помогать. Больше того, он всегда стоит на низком старте такой. На низком старте он готов помогать, такой ждет, когда вы про него забудете. Потому что пока вы про него помните, он туда не может зайти. Вы за своей памятью закрываете ему место это. И как только вы думаете, аллилуйя, аллилуйя, забыли про близкого человека. Он сразу туда бежит быстрее, помогать ему все там начинает делать. И как только вспомнили, он опять раз вышел из этого простоя. Поэтому, мое хорошее, надо думать о Боге, любить Его. А Бог в это время будет помогать вам, вашим близким. Я это знаю точно. Потому что я это делаю тысячи раз. И знаю точно, что если ты думаешь о человеке, не пускаешь туда Бога. Бога не надо ни о чем просить. Смотрите, допустим, два варианта. Бог – это отец, говорит, Бог – наш отец, да? Вот смотрите, вы к отцу подходите, говорите, дай поесть, дай поесть, дай поесть, дай поесть. Он говорит, слушай, я и так готов для тебя, все нормально, расслабься. Нет, дай поесть, дай поесть. Ой, блин, сколько можно уже. Вот, задолбал уже. Теперь вы подходите и говорите, папа, я тебя люблю. Он говорит, спасибо, сынок, такой готовит. Говорит, господи, как хорошо. Папа, я тебя люблю. Сынок, кушать хочешь? Нет, папа, я тебя люблю, люблю. Ну, кушать-то тоже надо. Ну, чего? Ну, давай, садись. Нет, я тебя люблю. Нет, кушать, садись. Ну, ладно, папа, хорошо, поем немножко. А так я тебя люблю в основном. Даже когда он нам дает милость, мы должны все равно думать о том, что мы любим. И тогда будет нормальная жизнь, понимаете? А если мы постоянно дай, 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 то есть сколько можно вообще? Верите мне? Вот попробуйте, я сейчас вас буду просить о чем-то. Что? Вот смотрите, я приведу пример. Было в Омске. Я эту тему обсуждал, и одна женщина пошла мне дарить цветы. Она встала и пошла цветами ко мне. Я побежал к ней. Говорит, давайте, давайте мне цветы. И раз, беру так, сам вот это, захватываю. Она на себя. Не дает. Я говорю, мы же мне это хотели, давайте. Она говорит, нет, нет. И она села на место такая и сидит цветами. Я говорю, что не дадите? Она говорит, дам, но потом. Когда вы успокоитесь. Он не против дать, он просто ждет, когда мы успокоимся. Мы не успокаиваемся. Давай мне, давай. Не успокаиваемся. Поняли? Молодец. Сели прямо. Да, кстати, литовцы повторяют, я желаю всем счастья на своем родном языке. То есть не нужно там на русском что-то пытаться. Все нормально. Господь на всех языках понимает без проблем. Я желаю всем счастья на своем родном языке. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье. 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 Всем счастья! Я вшиваю всем счастье! 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 Я вшиваю! Я вшиваю всем счастье! 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 вашего Бога, вашего Бога, ваше терпение. Спасибо вам большое. До новых встреч. Спасибо.